Я у Чихо Итачи, мой внутренний мир никогда не заплачет пропитанной болью. Я сделал свой выбор забытой шиноби, и там я был избранным место. Мира бы выбрали за городу, шеу ребенка оставили радость, забытый огонь. На моем пальце, крот на клинке, яся на кацюке. По деревне Конаха Гокуро Нусата идет женщина с кровавыми волосами. Она направлялась в бункер с деревней. Она была счастливее всех сегодня, ведь сегодня рождаются ее сыновья. По пути к воротам деревни она встречает со своей подругой Микото Учихо и ее первого сына Итачи Учихо. У Микоты на руках был сверток с младенцем сыном. А у Итачи был сверток с его сестра. «Привет, Микото, Итачи! Привет, подруга!» — сказал тихо Микото. «Здравствуйте, Кушеный сын!» «Микото рожаться больно? Родишь узнаешь!» Сделала зловещую ухмылку. «Я тебе это еще припомню!» — с ухмылкой сказала Кушена. «Кушеный, нам пора!» — сказала Бивака, которая стояла и слушала их разговор. Пока Микото, пока до свидания!» Они прибыли в бункер с деревней. Бункер находился за деревней в 1015 километров от деревни. Когда они дошли до зала, где должна рожать джинчурики Девятихвостого лиса, в желтой вспышке появился четвертый Хакаги. Минато поддерживал свою жену, которая отужилась в этот момент. «Кушеный, терпи!» — сказал Минато «Переживаю за свою жену!» «Когда это закончится, я тебе все волосы повыдергиваю!» Орала Кушена Минато «Держи лучше печать!» Наорала на Хакаги Бивака «Простите!» В таких муках прошли 15 минут и на свет появились два близнеца. Один был похож на отца, другой на мать. «Можно подержаться?» «Нет. Сначала мать. Мои маленькие, Наруто и Минма. Но Минато не успел закрыть печать и Лис выбрался из Кушены. Черт не успел закрыть печать!» Сказал про себя Минато. Он взял свою жену и детей, перенес их в свой дом. А когда Лис выбрался на Биваку, упали обломки бункера и она и четыре Анбу погибли. Уложил свою жену и детей на кровать, а сам пошел сражаться против Лиса. Когда прибыл четвертый, Лиса уже атаковали три Хогаки и Анбу. «Минато как Лис выбрался!» Прокричал Херузин. «Я не успел закрыть печать!» Сказал ему Минато. «Минато его надо запечатать!» «Только в кого?» «В твоего сына!» Проорал Херузин, уворачиваясь от обломка здания. «Н.Н стоял в прострации Минато. «Я все понимаю, но это единственный вариант!» «Ладно!» Сказал Минато, но в голосе чувствовалось крупицей сожаление. Минато телепортировался домой, взял Наруто на руки, так как в нем больше проявились гены Узумуки. «Минато, что ты делаешь?» «Проорала на мужа Кушина, мне придет запечатать в Наруто Лиса, нет выхода!» Сказал печальный Минато, но ты не знаешь, какого быть дженчурики. «Прости!» Сказал грустный Минато. Как только он хотел телепортироваться к Херузину, он слышит. «Ладно, но я пойду с тобой, помогу его сдержать!» Сказал Кушина голосом, который не терпит отлагательств. «Ладно, они появились на поле боя. А лис был уже за пределами Канохи. Они приблизились и Кушина выпустила из себя цепи Конгофуса. Связав лиса на месте, Минато начал складывать печати для призыва Бога Смерти. И вдруг он слышит. «Минато! Стой!» Прокричал Херузин. «Я дал обещание, защитить эту деревню!» Сказал Минато. «А я дал обещание моей покойной жене умереть в один день, я уже стар, я надеюсь на тебя, Минато!» Сказал спокойно Херузин. Херузин доскладывал печати призыва Бога Смерти, Заминато. За Херузином появился призрак с демоническим видом. «Что тебе надо с мертвой?» Спокойно проговорил Шенигами. Запечатай лиса в этого мальца. «Ты знаешь мою цену?» «Да». Спокойно сказал Херузин. «Тогда ладно». Шенигами пронзил тело Херузина своей рукой, а другой рукой взял за хвост лиса и начал затягивать в Наруто. Когда весь лис был запечатан в Наруто. Шенигами исчез. А тело Три Хакаги упало замертво. Минато подошел к телу Сарута и сказал. «Спасибо вам огромное, Херузин Сама». Он подошел к Кушане, взял на руки и они начали подходить к Наруто. Точка Кушана не отключилась. Они с метров семь уже чувствовали эту ауру вокруг Наруто. Что Кушана, что Минато, не хотели жить с лисом. Кушана настрадалась, когда была дженчурики. А Минато не хочет, чтобы он вылез посреди его дома. Он телепортировался домой и положил Кушану на кровать. Метнулся обратно. Через Шуншан появился рядом с приютом. И оставил его там с запиской. «Его зовут Узумаки Наруто, пожалуйста позаботьтесь о нем». В тот же день созвали совет глав клана. Были абсолютно все кланы. Там были Учиха, Хива, Нара, Сарутаби, Акимича, Яманука, Инузуки, Синджу, Абурами и старейшины Канохи Митакада Хамура, Утатани Кахару и Шамура Данзо. Все разговаривали между собой, пока не появился Хакаги. Когда он появился? Весь гол закончился. Объявляю совет кланов открытым. Данзо сразу уговорит, кто нынешний рейдженчурики. Наруто Узумаки. Спокойно сказал Минато, который решил солгать, что это не его сын. Отдай мне его в корень, я из него сделаю послушное оружие. Сказал с долькой радостью Данзо. Минато хоть ненавидел Лиса, за то, что он сделал с Каноха и третьему пришлось пойти на этот шаг, чтобы Каноха не пострадала. Но отдать Лиса не мог. Нет. Он сейчас в приюте. Я знаю, что у него не должно быть связи с людьми. Спокойно сказал Минато. А я все-таки настаиваю. Сказал Данзо с долькой уже злости. Я все сказал. Тогда давай хоть закладки поставим на него, чтобы он не взбесился. И не выпустил Лиса наружу. Ладно. Иначе займешься этим. В каком он приюте? Приют номер 15. Его зовут Наруто Узумаки. После собрания займусь. Только какие ставить закладки? Там объясни. Ладно. Все были не против этого. Ладно с джинчурики разобрались. А теперь политика. Деревня не сильно пострадала, так как они быстро среагировали. После совета глав кланов Минато и Найчи, пошли в приют к Наруто. Где поставили закладки на тупость, заторможенность в развитии. Пока хватит. Через год сделаем еще. Ладно. Они покинули приют. И разошлись по домам. Когда Минато пришел домой. Кушина спала с Минмой на руках. Он посмотрел на него с улыбкой на глазах. Взял из рук жены ребенка и положил в кроватку. Минато разделся и лег к жене. И через 20 минут уже спал крепким сном. Прошло год. И Найчи и Минато пришли к Наруто. А Наруто с закладками уже мог ходить, держась за стенки и кровати в приюте. Когда Аминут это увидел, был в шоке, так как Наруто мог ходить хоть и с помощью и с закладками. Аминма мог только ползать. Минато отошел от ступора. И сказал Иначи ставить закладки на преданность Канохе и к Хакаге. А также на мечту и цель стать Хакаге. И Наичи поставил все эти закладки. И они ушли из приюта. Алис, наблюдая за этим, только становился все злея на Хакаге. Он бросил своего родного сына на произвол судьбы. Так еще и разрешает поставить закладки на него. Думай про себя, Лис. Наруто выглядит так криво-красный цвет волос, по три полоски на щеках. А такими темпами прошло три года. На Наруто больше 10 закладок. А также просочилась информация, что Наруто дженчурики девятихвостого демона Лиса. Его стали ненавидеть и смотреть презрением. И в такое утро Наруто проснулся у себя в квартире Хакаге и дал ему квартиру. Ну-ка квартиру, а комнату, которая должна идти под снос и понял, что у него нет еды. Он оделся и побежал в вечер и курамён. Только там его не прогоняли и не завышали цены. И вот Наруто остался один поворот и он врезается в Джоунина, который стоял со своими друзьями. Они посмотрели на его с злостью. Взяли за шиворот. Потянули в подворотню. Там его избили до полусмерти. Когда они ушли Наруто вышел на улицу хромая. Он шел домой, чтобы наложить бинты на ногу и руки. И вот он прошел половину пути. Упал без сознания. Все начали смотреть на его с радостью, что демон наконец умер. Но на их удивление из печати начало вытекать из печати огненно-чёрная чакра. Хакаги это почувствовал чакру лиса. И был на главной дороге через пять секунд. Там уже собрались Анбу и Джоунины. После того как чакра переслата вытекать из неё образовался лис 55 метров. Хакаги приготовился нападать на лиса, но вдруг за него спиной появился шинигами, начал говорить. Вы смертные пытались отомстить этому дитя за то, что он сосуд для лиса. Все промолчали, а к этому месту прибыли три легендарных санины Цунади, Джирея, Арачимару. Ответ на вопрос «Зачем вы пытались убить этого мальца?» Шинигами поднял тон. «Если вы хотите, чтобы лиса не было, так и скажите. Пускай умрёт этот лис!» Сказал кто-то из толпы. «Пускай так и будет!» Сказал шинигами и дотронулся до Наруто. Из Наруто начала вытекать оставшаяся чакра лиса. Только лис не умрёт. А отправится в мир мёртвых и будет жить там. А у мальчишки очень хорошая кровь, у Зумаки и Намикадзе. Когда это услышали народ посмотрели на Хакаги вопросом. У всех на уме был только один вопрос. Это сын Хакаги и кровавые Хаба Неры. Я отвечу на ваш вопрос. Он сын Минатана и Микадзе и Кушина и Удзумаки. Но с этого момента, в этом ребёнке только одна кровь. Это Синджу. Так как в нём чувствуется кровь и Синджу. Когда Цунади это услышала, решила забрать его под свою опёку. И сейчас будет можно, так как он больше не Джинчурики. И чтобы и у Джинчурики не было близкие, закон больше не действует. Теперь можно и забрать. Шинигами подождал один минутку и начал свой ритуал. Наруто взлетел и начал меняться. Из кроваво-красных волос покрасились в солнечный цвет. Три усика на щеках ушли. И он с грохотом упал на землю. Когда он упал, Шинигами прошёлся по нему рукой, и все раны зажили. А теперь мы отправляемся. Сказал Шинигами Лису Лису кивнул. Они исчезли в белом дыме. После того, как они исчезли. Никто не двигался с места. Через три минутки, Цунади подбежала к Наруто, и начала его осматривать. К её счастью, у Наруто был просто жар, она его взяла на руки и на всех порах побежала в больницу. Положила в палату. И через пять минут появился Хакаги с вопросом. Что с ним? Просто жар через несколько деньков поправится. Что с щекрой Лиса? Спросил Минато с интонацией, которая не требует отлагательств. Она в нем не ощущается. Минато прикоснулся к колбу Наруто, попал под сознание к нему, и не увидел ни одной закладки. Про себя он подумал. Видимо Шинигами снял закладки с его. Минато телепортировался в резиденцию Хакаги и стал думать, что теперь будет. Цунади еще раз измерила температуру Наруто и оставила отдыхать. Наруто проснулся ночью. Поднялся и осмотрелся. Его живот выжигал еще, но это терпимо. Где я? Что случилось? Тихо сказал Наруто. Я тебе отвечу. Сказал другой голос в комнате. Наруто повернулся туда, где был голос и увидел Шинигами бога смерти. А вы ведь бог смерти. С долькой тревоги сказал Наруто. Да, это я. Но не пугайся, я здесь не по твою душу. А тогда по чью? Я тут рассказать все, что было с тобой все эти четыре года. И что же было? Начнем с того, что ты замечал, что ты иногда делал то, что не хотел. Да, когда меня избивали, я кричал, я стану Хакаги и вы меня признаете. С долькой грусти сказал Наруто. Так это было закладки в твоей голове. Твой отец сам поставил на тебя эти закладки. Получается я не нужен собственному отцу. Получается так. Там еще стояли закладки на подчинение Хакаги, на любовь с первого взгляда, и еще многие. Я их снял. Абсолютно все. Спасибо. А почему вы так со мной добрые? С интересом спросил Наруто. Мы заключили контракт с Херузеном. С третьем. Да. Именно он в тебя лиса запечатал. Но не суть. Во время запечатывания. Он попросил. Если ты начнешь умирать, то я заберу лиса в свой загробный мир, и он там будет жить, ты был при смерти. Вот я и забрал его. Понятно. А я не знаю, кто мои родители. Можете сказать? Конечно. Твой отец Минато на Микадзе, а мать Кушина у Дзумуки. Мой отец в Хакаге. Проирал Наруто. А потом загрустил, так как собственный отец оставил в приюте родного сына. А мать знала. Что я джинчурики, что я в приюте. Да. Но не волнуйся то сейчас, ни у Зумуки, ни на Микадзе, а чистокровный Синджу. Наруто был в шоке от этого. А почему? Конечно рад, что теперь не надо носить фамилию отца или матери. Но все-таки. В твоей крови были частицы крови Синджу, и я просто ДНК на Микадзе у Зумуки, заменил на ДНК Синджу. А так можно было? С ошарашенным лицом спросил Наруто. Я бог могу все что угодно. Да так как у Зумуки и Синджу были дальними родственниками, понятно. Молчание было на протяжении пять минут. И Наруто нарушил это молчание. А что теперь? В тебе нет лиса, и ни одной его чакры. А вы сейчас куда? Я в свой мир. И Шинигами начал исчезать. До свидания Шинигами-сама. Шинигами кивнул и исчез. После того, как бог смерти исчез. Наруто снова обдумал все слова Шинигами. И понял, что он нежеланный во всей деревне. Из-за того, что собственные родители бросили родного сына. Он потерял смысл всей жизни. И с такими словами. Наруто уснул. После того, как Наруто проснулся. Он увидел девушку, которая сидела рядом с ним и ждала, пока тот очнется. У этой девушки была светлая кожа, короткие, темно-коричневые прямые волосы до уровня плеч с щелкой, и черные глаза. Она одета в темно-синий кимоно с белыми краями и розовым поясом. Под ним носит сетчатую майку, а на ногах черные открытые туфли. Когда Шизуни увидела, что он приходить в себя, оторвалась от чтения книги и стала наблюдать за Наруто. И вот Наруто открыл глаза. Шизуни подала голос. Проснулся. С милой улыбкой сказала та. Да. Сказал Наруто, зевая. С тобой хотела поговорить с Унади только сейчас она на собрании кланов и старейшин. Придет через два часа. Подожду. Может, подсчитать хочешь? В Сюги поиграть, может, хочешь? Я не умею играть. Сказал Наруто с улыбкой. Я могу научить. Ну, давайте попробуем. Шизуни вышла из кабинета, и через семь минут зашла обратно. Она объяснила правила, и они начали играть. В резиденции Хакаги. Сейчас ждали Минато, чтобы начать совет. И вот он появился на своем кресле. Объявляю совет кланов открытым. Наверное, вы уже знаете о нашей проблеме. О какой проблеме? Сказал Хиаши, как всегда, спокоен и даже строгим голым. Проблема заключается в том, что джинчурики Девятихвостого лиса больше не являются джинчурики. Кто не знал, что произошло вчера на главной площади, задавались вопросом. Что? Как? Я отвечу на все ваши вопросы. Сказал спокойно Хакаги. Кто-то рассказал жителям деревни, кто является джинчурики. И вчера было совершено нападение на джинчурики. Но потом неизвестно как и каким образом он открыл печать. После открытия печати, чакры лиса начала выходить, я сразу среагировал. Но когда я появился около джинчурики, я увидел лиса около 55 метров и рядом с ним стоял Шинигуми. Сейчас Минато перескажет, что говорил Шинигуми, но скроет факт того, что он отец Наруто, а я говорил, что надо было отдать ко мне. Сказал с ноткой радости Данзо. Его подержали старейшины. И что мы сейчас собираемся делать? Задал вопрос Шикакунара. Раз он сейчас крови Синджу, будем укреплять нашу деревню кланом Синджу. Сказал грозный Данзо. Ему столько пришлось потратить времени, чтобы осталась одна Цунади. А сейчас ему надо делать обратное. Я против. Проорала Цунади. Обоснуй. Я возьму его под опеку, так как он теперь из моего клана и в нем нет девятихвостого лиса. И теперь мы не можем влиять на его жизни. Сказал Цунади. Я согласен с Цунадой. Сказал Нара. Мы могли влиять на жизнь джинчурики, а раз сейчас в нем нет лиса, мы не имеем права влиять на его жизнь. Хакаги и Данзо скрипели зубами. Но он ценный. Благодаря ему, наша деревня станет сильнее. У нас есть отличные джоунины, которые могут противостоять врагам. Тогда будем решать через голосование. Под протокол или он идет к Цунади. Все главы проголосовали за Цунади. А старейшие номинаты проголосовали за протокол. Тогда я пойду. Сказала Цунади с ниткой радости. Все разошлись по своим делам. Цунади отправилась в больницу, в палату к Наруто. Когда она зашла, она увидела, как Наруто и Шизуни играют в сюги, и Наруто выигрывает. Цунади сама. Шизуни, Наруто. Это вы хотели со мной поговорить? Спросил Наруто. Да, ну в общем-то, как ты являешься последним из Синджу и принцем клана Синджу. А я нынешний глава клана. Я возьму тебя в клан. Ты будешь жить с нами. Со мной и Шизуни. Ну, наверное, ты уже знаешь, кто твои родители. Да. Грустно сказал Наруто. Я еще и являюсь твоей крестной, а крестным ты еще познакомишься. А где ты раньше был? Проирал Наруто. Минато сказал, что один из его сыновей умер. С грустью сказал Наруто. Прости. Да ничего, заслужила. Отдывайся. Куда? Так как ты являешься принцем, ты должен выглядеть как принц. Идем по магазинам. А ты, тетя, идешь? Спросил Наруто Шизуни. Не называй меня так, называй меня сестрицей. Ну так что сестрица. Идешь? У меня тут еще дело. Я буду дома ждать вас. Ладно. Печально сказал Наруто. Ведь они сблизились, когда играли в сюге. По магазинам. Заорал Ацунади. Наруто и Ацунади вышли из больницы. Отправились в сторону рыночного района. Когда они проходили мимо людей, люди, которые видели, что из него шинегами вытащил Лиса, смотрели и отворачивались. Интерес пропадал. А люди, которые не видели, смотрели на него с презрением, но они сразу отводили взгляды, когда видели взгляд Цунади. И вот они дошли до магазина одежды. Там Наруто выбрал несколько футболок, штанов, шарты и кофт. Мне этого хватит. Ладно. Она обратилась к Швеи и попросила на все пришить символ клана Синджу. Швея взяла и начала пришивать символы клана. И через 4 минут были пришиты символы к футболкам и кофтам. Они проходили мимо лавок с разными вещами. И когда Наруто проходило мимо лавки с разным оружием, ему попался интересный посох, он был сделан из железа, а кантовка была цвета морской волны, на нем был нарисован красный дракон. Он так понравился Наруто, что решил научиться драться на посохах. Крестное, а можно вон тот посох? Неуверенно сказал Наруто, это цвета морской волны с драконом. Да. Застенчиво сказал Наруто, здравствуйте, а сколько стоит вон тот посох, цвета морской волны с драконом? Здравствуйте, он стоит 1000 рио, он сделан в этом году, но так как посохи не популярны в нынешнее время, из-за этого так мало стоит. Я беру. У этого посоха есть имя. Какое? Сказал Наруто, глядя на мужчину в самом расцвете сил. Имя его Шинутеки на уши, а в переводе смерть врага моего. Крутое название. Сказал Наруто, улыбаясь, спасибо. Эээ, Тики Узу и мое имя. Спасибо, Тики Исон. И до свидания. Они проходили весь день по магазинам. И когда Цунади и Наруто пришли домой, дома их ждала Шизуне, который сделал ужин. Наруто поел. Шизуне показала, где его комната, и когда они поднимались на второй этаж, Цунади сказали. Наруто, выспись хорошо, завтра будет тренировка. С дьявольской улыбкой сказала Цунади. У Наруто пробежали мурашки по коже. Есть, Бачан. Можешь идти. Есть. Наруто пришел к себе в комнату убрать все, что купили в шкаф. И лег спать. В шесть часов утра его разбудила Цунади. А ну вставай. Пора на тренировку. Еще пять минуточек. Никаких пять минут. Наруто встал. Пошел умылся и пришли на полигон возле дома. Итак, Наруто, чтобы начать с тренировки на чакру, я подтянул физическую массу. Вокруг полигона десять кругов марш. Полигон был небольшой, метров пятьсот тысяч шестьсот. Наруто пробежал. Его за сорок пять минут. Молодец. Отдыхай пять минут. И отжимайся тридцать раз, потом приседай пятьдесят раз. И наконец качай пресс тридцать раз. Сказал Цунади. Наруто начал делать. А Цунади отошла на крыльцо, и у нее спрашивает Шизони. А зачем так много? Я хочу проверить его выдержку. Иди пока приготовь что-нибудь на завтрак. Понятно, я как раз хотела. А на последний раз посмотрела, как Наруто отжимается и ушла на кухню. А Наруто уже доделывал отжимания, и начал прыгать на месте. И вот через пятнадцать минут он сделал весь комплекс упражнений. И разлегся на земле. Вижу, ты сделал. Да. Сказал Наруто усталым голосом. Сейчас отдохнешь и сделаешь еще два подхода. Когда Наруто услышал это, он обалдел. Еще два. Проирал Наруто. Да. Сказала спокойно Цунади. Ты меня убить хочешь, Бачан? Цунади не ответила. А просто промолчала. Наруто отдохнул десять минут и начал бегать. Но на семь кругу он упал без сил в обморок. Цунади была спокойно и рада тому, что он стал бегать изо всех сил. Цунади подошла, взяла его на руки и понесла в дом. Там она положила его на диван. А сама пошла помогать Шизуни. Через час Наруто проснулся от запаха. Он отправился на кухню, где увидел свою Бачанную сестренку Шизуни. «Я не справился?» Спросил Наруто грустным голосом. «Нет. Справился. Но я же не... Не успел договорить Наруто, как его перебили. Я хотела проверить тебя, на силу воли, и ты меня удивил. Я думал, что ты упадешь еще на три круги, а ты упал на семь. Поэтому готовься. Это твоя зарядка будет каждое утро. И после двенадцать часов, у тебя теория Шизуни до семнадцать. После ты свободен. Понял? Да. Наруто пошел в ванну, умылся и помыл руки и сел поесть. Наруто целый месяц так занимался. И вот когда он стал выполнять свою норму, легко он стал поднимать. Он поднял на пять кругов больше бега, на десять больше отжиманий, на двадцать больше приседаний, десять упражнений на пресс и добавил подтягивания. Прошло еще три месяца и он поднимал нагрузку каждый месяц. И вот наступило десятое октября. День рождения Наруто Минмы. Они утром с Цунади пошли в магазин за костюмом на праздник. Наруто выбрал себе синее кимоно, с красными вставками. Наступил вечер семнадцать часов. Именно к этому времени надо было прийти, в особняк Хакаги. Когда Цунади и Наруто вошли в особняк, их встретила Кушина. Здравствуйте, Кушинасон. Это подарки от нам с бачан. Спасибо, проходил уж на стол к остальным. На празднике были Учихи, Инузука, Хьюго, ученики Минато и легендарные Санины. О, Цунади я слышал вас в клане пополнения. Сказал Джирайя немного пьяный. Да это так. Знакомься, Наруто, это Джирайя, мой бывший напарник, и твой крестный. Приятно познакомиться, я Наруто Синджу. Когда Джирайя услышал крестник, он сразу же стал бодрым. Ты со мной так не шути. Сказал Джирайя Цунади. А кто сказал, что я шучу? С насмешкой сказала Цунади. Как я знаю, мой второй крестник погиб во время нападения Элиса. И тут Наруто начал говорить. Я не погиб. От меня Минато и Кушина отказались, из-за Элиса, который был во мне. С грустной улыбкой сказал Наруто. Как докажешь, что ты их сын? Мне вам нечем доказать, и тем более зачем мне доказывать какому-то извращенцу, чей я сын? Я не извращенец. Поднял голос Джирайя. Абачан говорит обратно. С усмешкой сказал Наруто. Джирайя обиделся и ушел от них. И через 10 секунд забыл, что обиделся. И со второго этажа спустился Минма с его компанией Саски-Очхо. Киба и Нузука, Нарука Намикадзи. У семьи Намикадзи родилась дочь спустя год, якобы смерти Наруто. А Ки-Очхо сестра-близнец Саски. А также лучшая подруга Нарука. И Тару-Очхо родился спустя год после нападения Элиса. Минма увидел в толпе Наруто или как его он называл Димон. Он со своей компанией подошли к нему и начали разговор. «Слышь, демон, что ты тут делаешь?» С отвращением сказал тот. «Да, что?» Поддакивает брату Нарука. «Я тут, с Ба-Чан!» Спокойно ответил Наруто. «С кем?» С одним легендарным Санином. «Не говори чепуху, ни один бы не взял тебя к себе!» Когда он окончил говорить к ним подошла Цунади и Кушина. «Что тут происходить?» Спросила злобно Кушина кто пустил демона на праздник. «Ну мы вместе пришли!» Сказала Цунади. «И в общем и целом, он для тебя Наруто, будущий глава клана Синджу». «Он и глава!» Посмеялся Минма. «Минма, успокойся и не позорься!» «Ладно, мам!» Минма и его компания ушли. И праздник прошел на ура. И Джирайя узнал правду у Минато. Флишбека может и правда. Больно он похож на Минато. Может спросить у Минато? Думай про себя, Джирайя. Джирайя подошел в кабинет Минато и зашел без стука. И сразу начал говорить. «Минато, Наруто Синджу, твой сын?» Спросил Джирайя голосом, который не требует отказа. «Нааа!» «Откуда?» Минато сказался кругленными глазами. После этой фразы Джирайя все понял. «Но почему ты бросил своего сына?» С злостью сказал Джирайя. «Я не хотел жить с лисом». «Ладно». С злостью сказал Санин. «Я все ровно буду обучать твоих детей». «Спасибо, Джирайя Сенсий. Но на больше не рассчитывай». После последней фразы он закрыл дверь. И ушел. Когда он пришел в гостиную, он искал Наруто. И потом услышал, как кто-то говорит около выхода он направился туда. И там он увидел его, Наруто который обувался. Спасибо Кушиносон что пригласили. Ни за что, приходите еще. Наруто хоть ненавидел своих родителей, но все-таки надо быть с ними вежливым. Они вышли из двери, и вдруг они услышали. Наруто постой. Прокричал Джирайя. Ааа. С долькой удивления сказал Наруто. Джирайя подбежал к ним и начал говорить. Ты это прости меня Наруто, что не поверил. Да ничего. Прощай извращенец. С долькой насмешки сказал Наруто. Я не извращенец. Я просто ищу материал. Как скажешь. С хитрой улыбкой сказал Наруто. Еще выйдемся. Джирайя встала на одно колено и обнял своего крестника. Наруто был в шоке. Но обнял в ответ. Нам пора крестный. Давай пока. Когда Цунади и Наруто добрались до дома, Наруто пошел спать, а Цунади села перед Шизуне и начала рассказывать, что произошло на празднике. С того для рождения прошло три года. Наруто сейчас выглядит волосами солнечного цвета. На кончиках он поукрасил в синий. Повязка на лоб, чтобы держать волосы. В голубой футболке со знаком Синджу. В синей кофте, которая одета на одну руку. С синеватого оттенка штаны. С тремя подсумками для Сурикенов, Кунаев и Синбонов. На ногах были обычные сандалии Шиноби. Наруто тренировался с Цунадой. Иногда заходил Джирайя и тоже тренировал. О умственном развитии занималась Шизуне. За эти годы Наруто научился забираться на деревья без рук, при помощи чакры. И ходить по воде. Наруто узнал свои стихии. У него футан, датан и суетан. Он знает техники каждой из стихий. Ниндюцу, футан воздушные пули. Лезвие ветра. Ветреный барьер. Воздушный отскок. Когти ветра. Воздушный дракон. Датан каменные стены. Каменные пули. Подземное обезглавливание. Каменные сюрикены. Каменный дракон. Суетан водные пули. Водяная стена. Водяной шар. Водяное обезглавливание. Водяной хлыст. Водяной дракон. И техники какие не относятся к стихиям техника трансформации или хинги. Теневое клонирование. Джирайя научил использовать Росинган. Техника замены. Медицинский ниндюцу на уровне слабого джоунина. Научился запечатывать вещи в печати. Тайдюцу как у сильного чунина. Бодюцу. Бодюцу это владением посохом бу как у среднего джоунина. Букиндюцу как у сильного джоунина. Гиндюцу нету. За неделю до поступления. Наруто ты пойдешь в Академию Шиноби. Что мне там делать? Я всю программу Академии знаю. Я знаю Нару. Но это надо, так что не спорь. Ладно, прошла неделя. И сейчас стояли около дерева Наруто, Цуноди и Шизуни. А люди все приходили и приходили. Наруто знал все об кланах в Канохе. Вон кланучих. С главой клана и три детьми. Видимо они вместе поступают. Надеюсь не попадемся вместе. Думай про себя Наруто. Около забора стоят клан Нара, Яманука и Акимич. Они давние друзья. Они известны своими клановыми техниками. Нара используют тени. Яманука играют со знанием. А Акимичи используют свой вес против врагов. Около ворот в Академию стоит клан Хью. С два девочками. Видимо близняшки. С той одну вроде как зовут Химата. Думай про себя Наруто. В центре стоят кланы Нузук, самые шумные. Кланы Абурами как всегда стоят в сторонке и не привлекают внимания. Вот и пришли дети Хакаги и его жена. И они как всегда отправились к Учхам. Думай про себя Наруто. Прошло еще пять минут. И в желтой вспышке появился четвертый Хакаги, Минатана Микадзе. Он начал говорить про волю огня. Большая часть не слушала. Как и Наруто слушал через слово. И вот он закончил и какой-то Чунин вынес хрустальный шар. Так сейчас я кого вызываю, тот выходит и подает чакру в шар. В какой он цвет покажет в такой класс идете. Проорал Чунин. Так если он не изменится, вы не поступайте. Если проявят зеленый, то в класс. Если проявят красный, то в класс Ди. Если проявят желтый, то в класс Си. Если проявят серый, то в класс Би. Если проявят синий, то в класс Ай. Так первые пойдут бесклановые. Сказал Чунин. Все вышли к шару и у некоторых не проявился, у некоторых проявил зеленый, но их малая часть. Большая часть бесклановых загорелся красный. У некоторых появился желтый. У Кагото проявился серый. Но только у двух людей без клана проявился синий. Это Сакура Харуна и Кара Хорс. Хорошо, вы двоя в кабинет 205. Так теперь клановые. Первый Шинабурами. У Шины загорелся синий. Хорошо в кабинет 205. Дальше Киба и Нузука. У Кибы загорелся синий. В кабинет 205. Аки Учиха. У Аки загорелся синий. В 205. Тару Учиха. Загорелся синий. В 205. Саски Учиха. Загорелся синий. В 205. Чоджи Акимич. Загорелся синий. В 205. Шикомару Нара загорелся синий. В 205. Инайманука. Загорелся синий. В 205. Ханаби Хьюга. Загорелся синий. В 205. Хинута Хьюга. Синий. В 205. Нарока Намикадзе. Синий. В 205 Минма на Микадзе. Минма вышел пафосно и подал чакры в шар. Синий. Что и ожидалось. Сказал Чунин. Наруто Синджу. Наруто вышел. И подал чакры в шар. Шар загорелся синим и началась маленькая трещинка. В 205 кабинет. Наруто зашел в кабинет. Наруто осмотрел кабинет. И занял парту ближе к доске на третьем ряду. Когда зашел учитель он представился. Меня зовут Умина Ирука. Я ваш классный руководитель. Если есть вопросы задавайте. Все промолчали. Ладно тогда представимся и разойдемся. Сегодня уроков не будет. Я вам подам пример. Меня зовут Умина Ирука. Люблю рамен. Мечта стать директором академии. Цель сделать из вас отличный хшиноби. Дальше я буду вызывать по списку. Сакура Харуна. Сакура вышла и начала говорить. Я Сакура Харуна. Люблю, хочу и мечта Саски. А не люблю и на свинину. Цель стать достойным шиноби. Ладно дальше. Инайманука. Я Инайманука. Люблю, хочу и мечта взгляд на Саски. А не люблю и лобастую. Цель стать достойной своего клана. Дальше. Акиучха. Я Акиучха. Люблю тренироваться с братом. Мечта выйти замуж за хорошего парня. Цель стать достойной своего клана. Дальше. Ханабихива. Я Ханабихива. Люблю взгляд на Минму и тренироваться с отцом. Цель стать главой клана. Хинатохива. Люблю взгляд на Наруто. Хочу стать сильнее, чтобы доказать отцу. Мечта, чтобы один человек обратил на меня внимание. Цель, чтобы отец меня принял. Дальше. Нароконамикадзе. Я Нароконамикадзе. Люблю своего брата. Хочу, чтобы отец проводил с семьей больше времени. Цель стать первой в мире женщиной Хакаги. Дальше. Карахорс. Я Карахорс. Люблю своего наставника. Цель подружиться с мальчиком взгляд на Наруто у меня все. Дальше. Шанабурами. Я Шанабурами. Хочу найти самого редкого в мире жука. Цель сделать вывести жука. Дальше. Чаджи Акимич. Я Чаджи Акимич. Я хочу попробовать всю еду на этом мире. Цель стать главой клана. Дальше. Шакамару Нара. Я Шакамару Нара. Мечта стать пушинкой. А дальше не лень. Все посмеялись. А Наруто заинтересовался. Дальше. Киба Инузука. Я Киба Инузука. Люблю ставить на место всяких димонов. Посмотрел на Наруто. Цель стать Хакаги быстрее моего соперника. Дальше. Таручха. Я Таручха. Люблю тренироваться с братьями. Не люблю демона. Злобно посмотрел на Наруто. Цель стать быстрее Хакаги, чем Киба. Дальше. Саскиучха. Я Саскиучха. Люблю взгляд на Наруку и тренироваться с братом. Мечта, чтобы брат был дома чаще. Цель обогнать брата и стать следующим главой клана. Дальше. Мин Мономикадзе. Я Мин Мономикадзе. Я люблю. Посмотрел на Химоту. Цель превзойти отца и стать Хакаги. Дальше. Наруто Синджу. Я Наруто Синджу. Люблю свою бачанную сестрицу. Хочу превзойти бачан. Цель возродить свой клан. Вот мы и познакомились. Сегодня, как я и говорил, уроков не будет. Но когда пойдете домой, зайдите в библиотеку Академии и возьмите учебники, их там 46 штук. Хай. Сказали все хором. Все можете бежать. Они побежали, а Наруто спокойным шагом отправился в библиотеку. Взял учебники, запечатал их и пошел домой. Когда он пришел, он учуял приятный запах еды. Когда он прошел в столовую, он увидел курицу в гриле. И Цунади спросила. Как первый день в Академии? Да. Нормально. Сегодня знакомились с учениками. И как нашел друзей? Нет. Завтра будет учебный день. Я сейчас пойду тренироваться. Не переусердствуй. Ладно, бачан. Наруто поел и пошел на задний двор. Сделал свой комплект упражнений. И несколько стихийных техник. Пошел помылся. Поел. И пошел спать. Проснувшись в 6 часов. В Академии на ДОК-9. Он пошел умылся. И на полигон. Сделал свой комплекс упражнений 35 кругов. 70 отжиманий. 120 приседаний. 70 пресса. 50 подтягиваний. В 7 он был уже свободен. Пошел в душ. Помылся. Пришел в столовую. Там он встретил сестрицу Шизуни, которая уже готовила завтрак. Доброе утро. Сказала Шизуни, зевая. Доброе, волнуешься. Нисколько. Это правильно. Поев, Наруто взял свой альбом и начал дорисовывать сакуру, которая росла в саду. Когда Наруто дорисовал. Он посмотрел на время и время было 8. Он пошел в свою комнату. А дел что вчера. Когда он спустился, Цунади пила кофе. Что уже готов? Спросила Цунади, делая глоток. Да. Как я? Была я бы моложе. Был бы моим. Сказала с улыбкой. Да ты сейчас ничего. Тебя Джирайи давно звал замуж. Сказал Наруто с хитрой улыбкой. Хороший подкол. Признаю. Со смешком сказала Цунада. Посмотрев на время сказал. Мне пора. Давай. Не опоздай. Добравшийся до Академии Наруто сел на свою парту, распечатал свой альбом и начал рисовать. Он рисовал все, что попадется ему под глаз. Когда прозвенел звонок, Рука зашел в класс и сказал. Доброе утро, дети. Доброе утро. Прокричали все. Сейчас я объясню планы на все 4 года обучения в Академии. Первый год никакой практики, только теории и истории. Второй и третий год практиков букин-дюцу и спарринги. Но если кто-то уверен, то можно спарринг и сейчас без холодного оружия и техник. Все поняли? Да. Сказали все. Ладно, тогда начнем урок. Откройте учебник на странице 5 и прочитайте со страницы 58. Тема была «Кто основал Коноху?» Гокурану Сата Наруто знал, кто основал Коноху, поэтому просто сидел и рисовал. И рука заметил, что Наруто сидит и рисует и решил задать вопрос. «Наруто Синджу, ты уже прочитал?» «Нет. Я знаю эту тему наизусть». «Кто основал Коноху?» Спросила рука, думая, что он не ответ. Коноха была основана 70 лет назад Хаширомой Синджу и Мадарой Учхо, тем самым был положен конец вечным войнам и началась новая эра. Сказал кратко Наруто. «Не поднимаю глаза от рисования». «Правильно. А как умер Мадару Учхо?» И рука думал, что такой темы нет в учебниках один год и он не ответит. Но он не знал, что ему все про Хаширому и Табираму рассказывала Бачан. Учхо Мадару умер от катана Хаширомы. Вдали не завершение. «Правильно. Ну ладно, последний вопрос и тогда отметка. Давайте, Синсей. Опиши все Хакаги. Хаширома Синджуну или бог Шиноби, был сильнейшим из Хакаги. Табирама Синджу был братом Хаширомы, был назван как вторая тень огня. Хирузин Сарутаби был третьим Хакаги, был назван профессором Шиноби. И последний и нынешний имена Танамикадзе, он в одиночку смог убить более 1000 Шиноби камня, и из-за этого получил свое прозвище «желтая молния Канохи». «Молодец, высший балл!» Отмечаю в журнале. Все когда это услышали, некоторые были в шоке с познаний Наруто. Некоторые как Минма, Саски злились на демона. Что он лучше материал знает. Минма сказала Саски. «После Академии подойдем и проучим его завыпендришь». С улыбкой маньяка сказал Минма. «Окей. С улыбкой давай другу пять». Все уроки для Наруто прошли скучно. Он знал абсолютно весь материал. Из-за чего Минма и Саски больше злились. И вот Наруто отправился на выход из Академии. И вдруг он слышит. «Демон стой!» Закричал Минма. Наруто пропустил слова его мимо шеи. И пошел дальше. Когда Минма, Саски и Кеба догнали Наруто. Из уст Минмы полетят такие слова. «Ты что глухой?» Отдышавшись спросил Минма. «Нет. Просто у меня имя есть. Ну короче, не умничай. А иначе можно и пойбу получить. Когда я знаю ответ. Я отвечаю. Мотай на ус. Понял? Если я знаю ответ, то я отвечаю. Ты мне надоел. Давай спарринг. Давай. Только пошли попросим Ируку Сенси проследить. А то вдруг. Давай». А Ирука только начал уходить из кабинета и вдруг к нему подходит Минма и его компания только сейчас добавился фан-клуб Саски и Учихи. И Ирука спрашивает. «Ребят, вы что-то хотели?» «Да, можете провести нам спарринг с Наруто?» Последнее слово Минма выделил Нут до времени есть. «Тогда иди на полигон. А я сейчас подойду, Хай!» Сказали все. Все прибыли на полигон за Академией. И стали ждать Ируку. Через пять минут появился Ирука и начал говорить. «Вставайте в круг». Минма и Наруто встали в круг. «Готовы?» Спросила Рука. Некоторые зрители, которые собрались, начали болеть за Минму. Другие просто стоят. «Бой!» Заорала Рука. Минма напал в Тадюцу. Но Наруто легко парировал. Наруто не любил долгие бои. Он контратаковал правой ногой в солнечное сплетение. И Минма стал задыхаться. «Бой окончен!» Сказал Наруто. «Победитель Наруто!» Наруто поклонился своему противнику, и руки удалился. Друзья Минма еще больше и озлобились на Наруто. Когда Наруто пришел домой. Дома никого не было. Видео Бачан и сестрица в больнице. «Подумай про себя, Наруто!» Он просто взял еду с плиты, которую приготовила сестрица. Поел ее и пошел тренироваться с клоном. Пришел домой и помылся. Когда Наруто помылся. Вышел из души. Домой пришли Цунадей и Шизони. И начали распросы. «Как в академии?» Заинтересованно спросила Шизони. «Да, нормально. Сегодня по всем предметам получил высший балл». «Молодец!» Сказали Цунади и Шизони. «Да и спарринги победил!» «Сына Хакаги!» «Ты начал спарринг?» Спросила с долькой заинтересованности Цунади. «Нет, он сам начал. Видимо за то, что я по всем урокам получил высший балл». «Ну и хорошо, что не ты начал». С такими разговорами они доели свои ужины и разошлись спать. Дом Хакаги. Ужон. Кушина расспрашивала своих детей, что было в академии. Минато заметил, что Минма какой-то неразговорчивый какой-то и он спросил. «Минма, что-то случилось?» «Нет», — сказал Минма грустным голосом. «Может, это из-за того, что тебя Наруто уделал?» С долькой сарказма сказала Нарука. Минма проморчал. «Нарука, что случилось в академии?» Спросила Кушина заинтересованно. «Ну если вкратце Минма позвал Наруто на спарринг. А Наруто уделал его. А понятно. Хоть ничего серьезного не случилось?» Спросила Кушина. «Я его завтра урой в земле». Со злобой сказал Минма. Они доели ужин и разошлись по комнатам. Наруто проснулся в шесть. Как всегда тренировки, душ, завтрак, академия. Когда Наруто добрался к нему, подошла Кара. «Привет, Наруто-кун!» «Привет!» С холодом сказал Наруто. Отступление так, как в Наруто запечатали в самом детстве лиса. А после через четыре года шенигами вытащил из него лиса. У Наруто остался один подарок от лиса. Он может понять, кому можно доверять, а кому нет. И сейчас это чувство било в голову Наруто. «Я вчера видела, как ты сражался против Минмы. Я не сражался, я одним ударом окончил бой. Но не суть, будем друзьями. Прости, но нет. Но почему? Мне не нужны друзья». И Наруто вскорил шаг. Когда он добрался до класса, там уже были все, кроме Кары. И после того, как он сел за парту, Хинато решила подойти. «Привет, Наруто-кун!» Наруто оторвался от рисования. И ответил. «Привет, Хинато, прости, если ошибаюсь!» Сказав, почесал в затылок. «Да правильно!» Вся красная сказала Хинато. «Может, будем друзьями?» «Давай!» С улыбкой сказал Наруто. «Я видел, ты сидела одна?» «Ну да!» «Хочешь, садись ко мне?» «Вдва интереснее будет на уроках». Как только Хинато пересела. У Минмы была такая злость, что никогда он не испытывал. Так как он любил Хинато с детства. И как только Минмы немного успокоился. В класс зашел Рука. Объяснил, что сегодня изучаем. И еще сказал. «Кто хочет, может сегодня после уроков покидать метательное оружие на полигоне». Все обрадовались. А Наруто хмыкнул. «Наруто-кун пошли после уроков покидаем оружие». Красная говорила Хинато. «Ну ладно. Прошли все уроки. И весь класс был на полигоне. Не только ее класс еще и без были. Все по очереди начали кидать. Наруто было неинтересно. Что кидали другие. Но когда вышла Хинато, чтобы бросить. Наруто начал смотреть. Как-никак первая подруга кидает. Она кинула 6 из 10 сурикенов и 4 из 10 кунаев. И подошла к Наруто. Ужасно, да. Печально сказала Хинато. Знаешь, могло быть и хуже. И вдруг Минма крикнул. «Смотри, демон». Наруто начал смотреть и Минма кинул 8 из 10 сурикенов и 9 из 10 кунаев. «Видал?» Спросил Минма самовлюбленно Наруто. А Наруто без разговоров подошел, взял сурикенов и кунаев. И кинул в Миньиш попал 10 из 10 и 10 из 10. И плюс дополнил 8 из 10 сурикенов, которых взял из-под сумка. Все, кто сбыли, там ахуели. А Наруто как не бывало подошел к Хинато. А Минма и Саски решили больше тренироваться. И сказал. «Как-то так. Не до конца освоил Митане Синбон. Слушай, Наруто-кун. А можешь потренируешь?» Вся красная сказала Хинато. «Наверно. Только надо спросить у бачан. Я сегодня спрошу. А завтра ответ дам, ладно». «Ладно». Все покидали еще по разу. А Наруто отправился домой. Когда он пришел домой? Спросил. «Я подружился с одной девочкой». Застенчиво сказал Наруто. «Ола. И кто же она?» С ухмылкой спросила Цунади. «Девочка из клана Хива. Ее зовут Хинато. Хорошая девочка. Ну да. Но я обращаюсь по делу. И по какому делу Нару?» Она спросила, можно мне ее потренировать у нас? «Ну там по выходным?» С румянцем сказал Наруто. «Ну пускай приходит. Я не против. Заодно посмотрим, какую пассию выбрал». С улыбкой сказала Цунади. Наруто промолчал. И просто доело пошел спать. Утром Наруто пришел в академию и увидел, что Минма пытается пригласить погулять Хинато. Но та отказывает. И когда Минма увидел, Наруто отошел. «Привет, Хина». «Привет, Наруто-кун». «Давай без куна». «Просто Наруто или Нару». «Ладно». «Ладно». «Ну в общем, в выходные можешь приходить рано утром в часиков в шестьсот тридцать». «А почему так рано?» «Ну я так привык, а потом день жарко неудобно, солнце печет». «Ладно, приду». И прошел еще один день в академии. А Наруто до сих пор лучший в классе. Такими темпами прошло недели. И утром пришла Хинато к двери Наруто. Она очень волновалась. Она постучалась в двери. Дверь открыла Шизуни. «Ты к Нару?» «Да». Скромно сказала Хинато. «Проходи. Сейчас прямо, направо, прямо и налево. Там увидишь дверь в нее». «Ладно». И тихо пошла. Когда она вышла на полигон и увидела Наруто, который занимается зарядкой. «У Ахина». «Привет». «Привет, Нару». Они сблизились, пока ходили в академию неделю. И разговаривали на уроках. «Ну тогда смотри. Так как ты новичок. Тебе пять кругов вокруг полигона, пятнадцать отжиманий, двадцать приседаний и двадцать пять на пресс-упражнений, неважно каких. Есть». Спустя час они закончили. Хинато выдохлась, так как ни разу столько не занималась. И перерыв десять минут прошел. И Наруто начал показывать, как правильно бросать сюрикены. А за этим наблюдали Цунади и Шизуни. «Ну разве они не милая пара?» С материнской улыбкой сказал Цунади. «Наверно». И когда Хинато попало восемь из десять сюрикенов, Наруто сказал. «Но пока хватит». И взял Хинато за руку и повел в дом. «Но почему?» «У меня есть силы. Самое важное в тренировке – это не сила, которая осталась, а сколько раз упражнений сделаешь день. Можно сделать один раз, но потратить все силы. А можно три раза по чуть-чуть. Лично я склоняюсь ко второму варианту». Такими темпами они зашли в дом, где ждал горячий завтрак. Цунади расспрашивала Хинато, как Наруто в Академии и по другим девичьим секретам. Шизуни понимала, но не вдавалась в подробности. А Наруто летал в прострации. В Академии прошел год. Наруто стал лучшим в теории. И в этом году начинается практика. Хинато подняла свою тай-дюцу и букин-дюцу. Хинато смогла сделать вращение. По навыкам побеждает свою сестру. Сейчас Наруто после каникул возвращается в Академию. За каникул он освоил еще два техники воды. Водяной осьминог и водяная стрела. Вот Наруто пришел, поздоровался с Хинато. Они хорошо сблизились за учебный год и каникулы. Теперь Хинато уже не краснела при разговоре с Наруто. Он сел за парту и начал дожидаться учителя. Его долго ждать не пришлось. Через четыре минуты зашел он. Со вторым учебным годом. В этом году мы будем изучать базовые техники. И да, у нас четыре новых ученика. Они из Би-класса, которые нахорошо учились и их перевели. Они не так важны, имена говорить не буду. Так садитесь на свободное место. В классе были изменения. Теперь можно сидеть по три человека, а не по два. И сидели так первый ряд. Первая парта – никто. Вторая парта – Шины Бесклановый. Третья парта – Шикамар, Чоджи, Бесклановый. Второй ряд. Первая парта – Инна, Сакура, Ханаби. Вторая парта – Тару, Аке, Нарука. Третья парта – Минма, Саски, Киба. Третий ряд. Первая парта – Наруто, Хинато. Вторая парта – Кара, Бесклановый, Бесклановый. Третья парта – никто. Тогда я расскажу, чем мы будем заниматься в этом и следующем году. И будете свободны. Ура! Все закричали. В этом году, первые пять месяцев физические упражнения и метания и спарринги. После базовой техники. И также останется теория. Свободны. Все разошлись, а Наруто пошел домой. Что умеет ученики Шина управление жуками? Шикомару тенями. Чоджи увеличивать размер тела. И на перенос сознания. Сакура нечего. Ханаби 16 касаний небес. Тару огненный шар. Аки огненный шар. Нарука теневое клонирование. Минма теневое клонирование и стихии ветра порыв. Киба двойной клык. Наруто вы знаете. Хината 32 удара небес и вращение. Кара иллюзорное клонирование. Следующим утром. Наруто добрался до Академии. Поздоровался с Хинатой. И сел за парту. Наруто уже рисует людей. Но не так еще красиво, но они похожи. Как только он дорисовал свою бачан, он решил нарисовать сестрицу, а потом Хинату. А потом как пойдет. Ирока зашел через 20 минут. Здравствуйте дети. Сегодня три урока теории и метания, и если захотите спарринги. Есть. Прошло три урока. Все прибежали на полигон за Академией. Там были мишени. Так метание Кунаев и Сурикинов. Сенсей. А можно Сенбоны? Спросил Наруто. Да только у меня их нет. Ничего, у меня есть. Тогда ты будешь последним. Ладно. Тогда первый. Шина 7 из 10, 6 из 10. Шикомару 5 из 10, 5 из 10. Чаджи 6 из 10, 5 из 10. Инна 7 из 10, 8 десятых. Сакура 4 из 10, 3 из 10. Я тебя уделала, поняла Лобастая. С насмешкой сказала Инна. Инна свинина. Прокричала Сакура. А ну циц. Сказала рука. Когда Хинато пошла, ей Наруто пожелал удачи. Хинато 9 из 10, 10 из 10. Последний Наруто. Сначала основное метательное оружие, потом Сенбоны. Понял. Наруто кинул. Попал 10 из 10, 10 из 10. И потом кинул Сенбоны как учила сестрица. И попал 8 из 10. Сказал. Эх. Мне до сестрицы еще далеко. Наруто вышибал. Минма и Саски думали, что они будут лучше в практике, но нет. Они были красными от злобы и сказали вместе. Ему просто повезло. Попробуй кинуть Сенбон. Наруто кинул Минма и Саски по Сенбону. Вот и попробуем. Они кинули, но у Саски летел выше, а у Минма не долетел до дерева. Это не так легко, как вы думаете. Как только Минма и Саски хотели что-то сказать, их перебили. Кто хочет поучаствовать в спарринге? Прокричали Саски, Минма, Наруко, Ханаби, Сакура, Таро, Ино, Аки и 4 бесклановых. Раз большинство за тогда выберите противника или я сам назначу. Я выбираю Наруто. Прокричал с злобной улыбкой. Тогда бой Наруто и Минмы. Вставайте в круг. Они встали в круг. Моля о пощаде. Самовлюбленно сказал Минма. Наруто промолчал. Это сбесило. Начали. Минма напал в Тайдюцу. Минма ударил правым кулаком в лицо. Блок. Левая нога. Блок. Контратака от Наруто правой ногой в лицо и Минма летит в стенку. Закончили. Победитель Наруто. Дальше я буду называть участников и кто победил. Бойшина против Киба. Победитель Киба. Саски против Таро. Победитель Саски. Шикамару против Чаджи. Они сдались. Ина против Сакуры. Победитель Ина. Кара против Ноуниима. Победитель Кара. Нарука против Аке. Победитель Нарука. Хинато против Ханаби. Победитель Хинато. После боев все разошлись по домам. У Наруто дома было весело. Наруто рассказал как победил Минму по всем. А дома у Хакаги было все наоборот. Пап. МММ. Отводя взгляд от тарелки спросил Минато. Научи какой-нибудь технике. Зачем? Вроде как в Академии должны учить базовые техники. Ну понимаешь. Наруто хочу обогнать. Понимаешь он лучший всех по всем. А я тоже хочу побыть в центре внимания. Ну раз так. Научу одной моей коронной техники. Полет бога грома? С радостью спросил Минма. Нет другой. Называется Росинган. Ну ладно. Прошло пять месяцев. Минма научился делать Росинган при помощи клона, когда Наруто делает без клона. В Академии в теории и на практике был лучший Наруто. А второй по успеваемости был Ахинато. Только среди девочек. И в Академии начали делать базовые техники. Хонги, иллюзорное клонирование и замена. Наруто делал их все. Как и Ахинато. Прошло семь месяцев и два года. Выпуск из Академии. К ним присоединилось еще восемь бесклановых детей. В итоге был полный класс. Все подросли и стали красивее. Особенно это видно по Наруто, который мыслил как Каги. Здравствуйте. Сегодня я вас вижу, возможно, последний раз. Вы сегодня сдаете экзамен на Генина. Йоху. Потише. Будет всего четыре этапа, пять по желанию. Первый этап – это тест. Второй – метание. Третий – спарринги. Четвертый – базовые техники. И пятый – показать свою сильную технику в вашем арсенале. Поняли? Есть. Тест начался. Наруто написал его за пятнадцать минут и подошел сдал. Ничего другого не ожидал от лучшего ученика в Академии. Через тридцать пять минут сдали абсолютно весь класс. А уже около Академии уже столпили родители детей, были даже два легендарных санина. Это Цунади. Она не могла пропустить выпуск своего крестника. И Джирайя, который пришел за компанию с Цунади. За этим наблюдали еще три человека на дереве. Один был человек в маске на поллицо, с пепельными волосами. Второй был человек с очками на глазах и с черными волосами. И последней девушкой с фиолетовыми отметинами на щеках и короткими каштановыми волосами. «Как думаешь, кто тебе достанется, а кукаши?» Спросил Джоунин с очками на глазах. «Не знаю, но хочу, чтобы была дисциплина и командная работа». Сказал кукаши. «Вечно ты так кукаши!» Сказала девушка среди них. «Не, ну а что?» «Ничего. Сейчас метание!» Сказала рука. «Шина восемь из десять. Восемь из десять. Шикомару шесть из десять. Семь из десять. Чоджи семь из десять. Ханаби девять из десять. Девять из десять. Сакура пять из десять. Шесть из десять. Ина восемь из десять. Девять из десять. Тару семь из десять. Восемь из десять. Аки восемь из десять. Восемь из десять. Нарука девять из десять. Девять из десять. Саски девять из десять. Девять из десять. Киба восемь из десять. Восемь из десять. Минума девять из десять. Девять из десять. Кара девять из десять. Семь из десять. Хинуты десять из десять. из десять Наруто, десять из десять десять из десять, восемь из десять. Бесклановые кинули. И все прошли. Хиаши был удивлен, что Хинатэ кинула все десять. Но виду не подал. Дальше спарринги. Только как попросил сам Наруто, Минма, Саски и Киба будут сражаться против Наруто все вместе. О, втроем мы его уделаем. Встаньте в круг. Разрешено использовать техники. Начали. Киба использовал двойной клык. Но Наруто ушел от атаки. В Тайдюцу напали Минма и Саски. Но Наруто парировал все удары, а иногда удары их удары управлял в их самим. И вот подсечка Киби. Киба кувырком сбивает Минма и Саски. Они упали в двадцать метров от него. Ты меня достал. Минма сделал в правой руке Росинган при помощи клона. Все были удивлены, кроме Цунади, Джирайя, Минато и Кушины. Киба использовал двойной клык вместе с Акамару. Саски сложил печать и техники огня огненного шара. Минма побежал. Киба полетел. Саски огонь держал. Наруто сделал четыре клонов. Три клона погрузились под землю. Отца Моригенал сложил печать и в технику земляной стены. Создал еще клона и послал в обходной путь, привлекая внимая. Киба увидел его, полетел в клона. Когда он его пронзил, он услышал подземное обезглавливание. Кибу утащила под землю и виднелась только голова. Саски прекратил выдувать огонь и побежал за Минмой. Но когда он пробежал пять метров, он услышал технику подземного обезглавливания. И Саски утащила под землю. Остался только Минма, который перепрыгнул через стенку и увидел Наруто. Он ударил его в плечо. Когда он ударил, тот испарился. Минма сначала не понял, что случилось. Но когда понял, было уже поздно. Он был заточен в купол из земли. Когда пыль улеглась. Все увидели такую картину. Саски и Кибу под землей. А Минма в земляном куполе. Все были в шоке. А наблюдавшие из дерева захотели его в свою команду генинов. Бой окончен. Победитель Наруто, а сейчас вытащи их. Ладно. Клоны вылезли из земли. И вытащили заключенных. Ладно. Следующая пара. Ханаби Хьюга против Хинуты Хьюга. Про себя Хиаши думал. Неудачно. Химута проиграет же. Но какого было удивления Хиаши, когда Химута победила. Хиаши просто улыбнулся. Следующие бои были как два года назад. Так дальше базовые техники. Все показали базовые техники. Но некоторые показали за место иллюзорных клонов. Теневых. Ладно все сдали. Когда ученики вышли, Ирука сказал. Если хотите, можете показать свои самые мощные техники. Мимо показал Росинган. Саски, Таро, Аки огненный шар. А Наруто просто соединил три дракона в земляного, воздушного и водяного. Все были в шоке. А Ценади подбежала и обняла его. Ладно завтра подходите в Академию, будут сказаны команды. Все разошлись по домам. Наступило утро и в кабинете 205 сидели генины. Все общались и думали, в какой команде я не буду. Хинато решила спросить у Наруто. Нару, как думаешь, кто в какой команде будет? Я не знаю. Но одно могу сказать точно. Инна, Шика, чё? Точно будет? Инна, Шика, чё? Недоуменно спросила Хинато. Эта команда основана только на клановых техник. И наверное еще какая-то поисковая. Кибанюх как у собак может вычислить цель. Жуки клана бурами могут найти и пометить врага или цель. Ну и... Ну и... Что? Недоуменно спросила Хинато. Ильбья Куган, он может увеличить местность поиска или нахождения. Или ты будешь в той команде, или Ханаби. Огорченно сказал Наруто. Не волнуйся, будем в команде вместе. С долькой уверенности сказала Хинато. Посмотрим через несколько минут. В класс зашел Рука. И начал говорить речь. Некоторые слушали. А Наруто и Хинато было пофиг. Наруто сидел и рисовал Ируку, так как он возможно видит его в последний раз. Ирука закончил речь через 35 минут и начал говорить команды. Команда номер пять Таручха, Акиучха и Нарука Намикадзе. Ваш наставник Нахара Рин. Команда номер шесть Сминма Намикадзе, Саскиучха и Карахорс. Ваш наставник Абито Учхо. Команда номер семь Сакура Харуна, Хинато Хива и Наруто Синджу. Ваш наставник Акаши Хатаки. Команда номер восемь Шинабурами, Киба и Нузука и Ханаби Хива. Ваш наставник Юхи Куриной. Команда девять нет. Она не расформирована. Команда номер десять Шикамару Нара, Чоджи, Акимичи и Инайманука. Ваш наставник Асума Сарутаби. Надеюсь вы будете отличным Шинаби. Попускай слезу сказала Рука. После озвучения команд. В класс зашел. Мужчина с короткими черные волосы, борода, кори глаза и широкий нос. Его кожа имеет необычный, оливковый цвет. На голове носит протектор с символом Канохи, одет в обычную форму Шинаби листа. Отличительной чертой его костюма является повязка с надписью Огонь. Команда номер десять, за мной. Они вышли из кабинета и отправились в неизвестном направлении. Через пятнадцать минут зашли два девушки. Одна была с красными глаза и черными волосы, спадающая до плеч. Одежда была полностью красно-белой и правой стороне есть красный, длинный рукав. А другая была одета в обычную форму Шинаби листа. С фиолетовыми отметинами на щеках, большими карими глазами и короткими каштановыми волосами. «Команда номер восемь!» «За мной!» Сказал Икуриный. «Команда номер пять!» «За мной!» Сказал Рин. Они вышли и пошли в сторону резиденции. Прошло еще пятнадцать минут. И Наруто решил скоротать время. Он подошел к доске и стал рисовать лица Хакаги. Хорошо, что из окна видно лица всех Хакаги. Прошло два часа. Наруто нарисовал три лица Хакаги. А наблюдавшие за этим оценивали. Но Сакура начала закипать. «Ну где они?» Прокричала Сакура. «Не ори!» Сказал Саски. «Может важное дело у них?» Сказал Наруто, не посмотрев на Сакамандницу. Она сразу замолчала. И начал мимо возмущаться. «Ну как можно опаздывать на два часа?» Проорал на весь кабинет. Все его проигнорили. И когда Наруто почти дорисовал лицо четыре Хакаги, они зашли. Один был одет в обычную форму шина-белеста, но с маской на полу лица. С пепельными волосам, не подчинявшиеся законам физики. Другой был одет в обычную форму шина-белеста, с очками на глаза. С волосами черными, уложенный в этакий ежик. «Команде шесть и семь?» Спросил Какаши. «Да. На крышу. А может тут?» «Я почти дорисовал. Можно и тут. Ну расскажите о себе. Что любите, что не любите? Подайте пример». Сказала Сакура. «Я Кокаши-Хатаки. Что люблю я не скажу. Что не люблю тоже не скажу. Мечты у меня нет. Цели тоже. Хобби читать. Но раз мой друг представился, я тоже представлюсь. Я биточха. Люблю я риму проводить время с какаши. Не люблю такого нет. Хобби спарринговаться с какаши. Мечта пожениться на одной девушке. Цель стать Хакаги. Давай ты розовая. Я Сакура Харуна. Люблю, хочу. Мечта взгляд на Саске. Не люблю я и на свинину. Цель стать достойной Кунаити. Ладно. Давай ты. Показал на брюнетку. Я Кара Хорс. Ничего не нравится. Ничего не люблю. Цель отомстить одному человеку. Флешбек Кара пришла на базу Корния. Постучалась в дверь. Зашла. Данза сама. Задание провалено. Мне не удалось и подружиться с Синджу. Как? Злость орал Данза. Разве так трудно подружиться с одним тупым мальчишкой? Но. Ничего не знаю. Цапли. Возьми ее с ними печать в подчинении. И поставь печать с ней разноглашение. Есть. Конец флешбек. Ладно, давай ты. Показал на Саске. Я Саске Очхо. Люблю одну девушку и тренироваться с Нисаном. Не люблю я Наруто. Цель превзойти брата и стать главой. Хорошо. Давай ты. Показал на Минму. Я Минму на Микадзе. Люблю я одну девушку посмотрел на Химоту и тренироваться с отцом. Не люблю я Наруто. Цель превзойти отца и стать Хакаги. Ладно. Давай ты. Сказал обито протирая очки. Душно здесь. Я Химота Хива. Люблю я Наруто. Тихо сказал Химота. Мечта стать женой одного человека. А цель доказать отцу что я не слабая. Хорошо. Последний остался. Я Наруто Синджу. Я люблю Бачан, сестрицу и Химоту. Я хочу превзойти Бачан и сестрицу Шизуни. Хобби рисовать. Мечта чтобы люди и хвостатые жили в мире. А цель стать достойным главой клана. Хорошо. Сказал вставай Кокаши. Завтра будет совместный тест. Да. Будете проходить тест. Вставай рядом с Кокаши, сказал обито. Тест. Спросила Сакура. Но мы же. Не успела договорить Сакура, ее перебил Кокаши. Тест готовый стать генинами. То что вы проходили это была проверка ваших навыков. Завтра на полигоне номер семь. К шесть часам. Сказал обито и исчез. Да и кстати совет, не ешьте, может стошнит. И Кокаши тоже исчез. Наруто дорисовал, подошел к Хиноте и сказал. Завтра приходи на полигон к семьсот пятьдесят. Они опоздают. Да и поешь. Это всего совет. Нару. Пока. Хина. Наруто пошел домой. Потренировался. Поел. Помылся. И лег спать. Наруто проснулся в шесть часов. Потренировался. Взял свой шест. Поел. И пошел на полигон. Когда он подходил к нему подбежала Хината. И они пошли вместе. Вижу ты взял свой шест. Да сегодня особый день. Думаешь пройдем тест? Мне кажется этот тест будет на командную работу. Думаешь. Ну нам нечем беспокоиться. Ты будешь мы будем вблизи. Сакуре дадим метательное оружие. Ты будешь в ближнем. Я на средней и близкой дистанции. От Сакура на дальний. Хороший план. Но главное чтобы она согласилась. Ты права. Они дошли до полигона. На них сразу полетела Сакура. Вы где были? Где пропадали два часа? Если ты не поняла что они опаздывают всегда. Это не моя вина. Кстати Сакура пошли отойдем. Наруто, Хината и Сакура отошли. И Наруто начал. Сакура этот тест на командную работу. И что ты предлагаешь? Я предлагаю так. Ты на дальних дистанциях с юрюкенами и кунаями закидывай. Еще мои возьми. И мои. Оставь себе один куна и Хина. Ладно. Хина работает на ближних дистанциях. Я на средних и ближних. Ты прикрываешь нас издалека. Окей. Хм. Ладно. Кстати видите вон то дерево? Да. Ответили два куна эти. Вот это дерево будет наш шанс победить. Вы должны теснить его туда. Оно массивное и там мы сможем его зажать. Поняли. Все пошлите к другой команде. Когда они подошли к команде шесть. Мимо сказал. Что думаете сможете пройти? С насмешкой сказал Минмо. Пройти, не пройти. Не знаю. Но будем до конца обиться. Сказал Наруто. И когда он последнее сообщение сказал. Из дымка появились какаши и обито. Вижу вы уже тут. Сказал обито. Тогда начнем. Видите эти четыре колокольчика. Два у меня. И два у обито. Вы должны их забрать. Закончил фразу обито. Команда семь переглянулась и кивнули друг другу. Раз все готовы. Тогда начали. Команда номер шесть скрылась с полигона и спряталась. Кто куда. Кто-то в кусты. Кто-то на дерево. А команда номер семь напали на Кукаши. Сакура кидалась у Рейкена и Куная в Кукаши. Хинато сражалась в ближнем бою. А Наруто техниками и Бадзюцу нападал на Кукаши. Хинато проигрывала. Но помогал Сакура и Наруто. Они его теснили. И когда Кукаши отпрыгнул к тому дереву, он сказал. Значит у вас был план. С еле заметной улыбкой сказал Кукаши. Да и вы попали о нашу ловушку. Сказал Наруто с улыбкой. Как только Кукаши понял, что случилось. Взади у него появился клон с Кунаем, который приложил к шее. А другой рукой снимая колокольчики. Кукаши сделал технику замены, но было уже поздно. Клон стащил колокольчики. Кукаши сэн. Проиграл Наруто. Колокольчик у нас. Что? Посмотрел на свой жилет, где должны быть колокольчики, но их там не было. Кукаши понял, что проиграл. Но был рад, что у этих ребят была командная работа. Вы прошли. Сказал Кукаши выходи из кустов. Я прав, что это был тест на командную работу? Да. В мире Шиноби, которые нарушают правила, считают отбросами. Но Шиноби, предавший своих товарищей, хуже отброса. Сказал Кукаши, убирая пыль со своих штанов. Пошлите посмотрим, а как дела у Саски-куна. Нам как раз туда и надо. Сказал Кукаши. Сакура побежала. А Кукаши, читая свою книгу, шел неспешно. А Наруто разговаривал с Хинотой. И когда они пришли, увидели, что... Минма привязан к бревну. А Саски и Экара едят рядом. А Бита, что он сделал? Спросил с интересом Кукаши. В кустах. А... Кукаши это ты? А что, твои генины сдали? Да. У них есть командная работа. Причем на хорошем уровне. Эх, почему меня такие раздолбая? Минма пытался съесть еду, которая стояла у клопней. Смотрите. Сказал Хинота. А Саски давал еду своему лучшему другу. Напоешь, у нас будет два ой шанс. Но если ты не поешь, то ты будешь обузой. И тут появляется Бита. Так. Вы прошли. Прошли. Закричали все. Да. В мире Шиноби, которые нарушают правила, считают отбросами. Но Шиноби, предавший своих товарищей, хуже отброса. Сказал Абито с поднятым пальцем вверх. Чувствуя, что Наруто не прошел. С злобной улыбкой сказал Наруто. Плохо чувствуешь. Сказал Наруто выходя из кустов. Но. Как? Не доумевал Минма. Командная работа. Сказал с улыбкой Наруто. Ладно, хватит сыриться. Сказал Абито. Завтра около резиденции Хакаги в семьсот тридцать. Команда шесть. Есть. Сказали команда шесть. Завтра тут же. Сказал Кокаши. В восемьсот. Как только они это сказали пошли докладывать Хакаги. Агенины пошли отмечать. Сакура пыталась позвать Саски погулять. Наруто и Хинато пошли вычарикурами. Кара осталась на полигоне и начал тренироваться. Аминма пошел домой похвастаться перед мамой. Так и прошел день. Для когда они стали генинами прошло месяц. Сейчас в кабинете стояли четыре человека. Один Джоунин и три генина. Один в маске в форме шинобеллиста. Одна носила красное платье цепа с разрезами до бедра по бокам. Зеленые шорты. На правой штане не сумка для кунаев. Синяя сандалия. Другая носила меховую куртку кремового цвета с капюшоном с символом огня на спине. Правом и левом рукаве, темно-синие штаны и сандалии шиноби. На правой ноге носит сумку для кунаев на повязке. А последний носил сетчатую майку, на которую была надета футболка с символом кланом Синджу на левом стороне. Также он носил пальто голубого цвета. И шорты цвета морской волны. Под пальто был виден шест. На шортах было закреплено три подсумка. Они ждали пока дадут миссию ранг-ди. И Хакаги начал говорить. Вот вам еще одна миссия ранг-ди. Сказал Хакаги, вытаскивая папку из столпы бумаг. И тут залетает ворон с письмом. Хакаги прочитал и сказал. В письме сказаны я капитан шесть команды Абиточха. Требую подкрепления. Заказчик наврал ранги миссии. На данный момент все целы. Но у одного есть царапина. Продолжаем путь. Команда семь для вас есть миссия ранга-ди. В чем смысл миссии? Спросил Кокаши. Вам все расскажет Абито. А сейчас отправляйтесь в страну Волн. Они будут вас ждать там. Есть. Тогда встречаемся около ворот через час. Есть, Сенсей. Прошел час и все стояли и ждали Кокаши. За месяц он поняли, что Кокаши почти не опаздывает. И через десять минут появился Кокаши. Готовы. Побежали. Они скакали по деревьям часов пять. И вот услышали. Ложись. Прокричал кто-то знакомый. Они отправились на звуки. И увидели команду шесть. И человека, который стоял на дереве. Он был высоким и относительно мускулистым человеком с бледной кожей, короткими заостренными черными волосами, карьерими глазами и небольшими бровями. С бинтами на лицу, которые он носил словно маску, закрывающую его нижнюю половину лица. Абита начал говорить. Забуза Мамачи. Один из мечников тумана. Ты ведь один из дьяволов, Канохи. Абита очха. Где второй? С усмешкой спросил Забуза. Дьявол и Канохи. Недоуменно спросили Генины. Так ты им не рассказал. Он и еще один которых хатаки Кокаши. Вы про меня говорите. И появляется команда семь. Кокаши приземляется рядом с Абита, Агенины рядом за ними. Агенины команды шесть стояли рядом с Тазаной. Получается ты пришел убить Тазану? Но тебе не повезло. Будет сложно, но я справлюсь. С искрами в глазах сказал Забуза. Тут они побежали в бой. Удар от Абита по мечу. Меч полетел назад с рукой. Кокаши правой ногой в воздухе бьет в лицо. Забуза ставит блок и отпрыгивает. С вами сложно. Но. Забуза складывает печати. Техника скрывающего тумана. Сказал Забуза. И тут начинает находить туман. Капитаны отпрыгнули к Генинам. И Кокаши сказал. Защищайте заказчика. И тут в саске летит меч. Наруто достает свой шест и начинает склоном сражаться. Он побеждает клона. Так как Забуза вложил мало чакр в водяного клона. И тут Наруто придумал. Наруто прыгнул и прокричал. Хина, вращение. Наруто сложил печати воздушного дракона. И сказал. Футон воздушный дракон. И дракон полетел в хину ту которая крутилась. Дракон разбился, разлетелся ветер который стер туман. И перед глазами стал Забуза и сказал. А ты пачанчик неплох. Смог победить моего клона. Да и еще туман убрать. И правду говорят что будущее поколение сильнее старого. И тут напали Кокаши и Абита. Абита удал в челюсть ногой блок. А Кокаши летел сверху. Ударил по голове ногой. Забуза упал на одно колено. И тут в него прилетают две ноги обитые Кокаши. И Забуза улетает в дерево. И когда он встал в него прилетают синбоны. Которые втыкаются в шею. Спасибо за помощь. Я за ним по всей стране гоняюсь. Сказал неизвестный. Он выглядел как Анба деревня тумана. Ты его убил? Спросил Абита. Да. Я его доставлю до деревни и там мы уже разберемся. Кокаши подошел посмотрел пульс. Пульса не было. Ладно. И пошел обратно к Генинам. Когда он добрался Анбу уже не было. Молодец Наруто. Сказал Кокаши своему ученику. Да что там. И ты молодец Хинато. А Саски и Минма злились что их спасает неудачник. Минма смотрел на Хинато с сердечками в глазах. Сакура пыталась пригласить Саски на свидание. А Наруто шел и рисовал Абита. Так они дошли до дома Тазуны. Когда они пришли был уже вечер. Их встретила около двери. Девушка с длинными синими волосами и черными глазами. Она носит розовую рубашку с короткими рукавами, а вратник окрашен в красный цвет. Она также носит длинную синюю юбку. «Знакомьтесь, моя дочь, Цунари. Отец с тобой все в порядке?» Спросила Цунари. «Да. Эти молодые люди меня защитили. Проходите». Они прошли. Поели. Тазуна показал их комнаты. И все легли спать. На следующий день проснувшийся. Во время завтрака Наруто спрашивает. «Как я знаю, Анбу разве не должны расчленить на месте цель?» «Но если надо допросить, то нет». Задумчиво сказал Какаши. А когда Битасон спросил, что он его убил? Он сказал, что да. «И ты предполагаешь, что Забуза». «Вы о чем?» Не сдержалась Сакура. «Забуза жив». Сказал Какаши. «Но... Разве тот парень не убил его?» Сказал Минма. «Да синбонами можно и убить, а также кинуть в определенную точку, чтобы остановить сердце». Сказал Наруто, попивая чай. «Ну тогда получается, что тот Анбу с ним в сговоре». Задумчиво сказал Абита. «Получается». Сказал Какаши. «Но он не нападет. Ему надо восстановиться от боя. Тогда сегодня будем тренироваться». Все обрадовались. Когда все поели, Абита пошел на мост. А Какаши с гиненами пошел в лес тренироваться. Через пятнадцать минут они вышли на полянку. И Какаши начал говорить. «Кто знает, что самое главное в ниндюцу?» Под пирой двумя пальцами сказал Какаши. «Контроль». Сказал Наруто спокойно. «Правильно. Тогда сегодня будем учиться ходить по деревьям». «Ходить?» Сказал Минма. «По деревьям?» Сказал Саски. «Да». Какаши подошел к дереву и начал забираться по дереву, без рук. «Какаши сенсей. А кто умеет, можно другим позаниматься?» «Сначала покажи». Наруто спокойно прошел до той же ветки, где был Какаши. «Кто-то еще умеет?» Хината забралась к ним. «Тогда вы вдвоем свободны. Другие тренируетесь. Пока вы не дойдете до самой верхней ветки». Сказал Какаши, доставая свою книжку. А Наруто и Хината отошли на другую поляну. И начали спарринг, который длился часа тридцать пять минут. И они разошлись на том, что ничья. И когда они пришли на поляну, где бегали по деревьям, они увидели такую картину. Саски и Мима еще бегают по деревьям. А Карра и Сакура сидят на ветке и общаются. «Вижу, уже вдвоем забрались». Сказал Наруто. «Да, это было легко. Девочкам это легче, так как Контра и самого рождения у них лучше». Наруто ушел на мост Кобита, так как его тренировка закончилась. Когда он пришел, увидел, как тот сидит на перечах моста и смотрит, как жители делают мост. «Абитасон, а можно вас дорисовать?» Спросил Наруто, доставая альбом. «Да, конечно. А что твоя тренировка окончена? Чему нас учил Какаши Сенси? Я знаю с шесть лет. А чему он вас учил? Ходить по деревьям. Получается, другие ходят? Нет. Только ваши два товарища. Мима и Саски. Они. С ними трудно. Знаю, в Академии с ними настрадался». С улыбкой сказал Наруто. «Теперь вы страдаете». Сказал Наруто. «Эх». Такими темпами прошла неделя и когда они пошли защищать жителей на мосту был туман. Какаши и Абита поняли, что это Забуза. Внимание, сейчас будет драка. Они пришли к концу моста, там стояло два человка. Один Забуза, другой Тотанбу. Так мы и думали, Забуза. Забуза-сан. Можно мне тех детишек взять? Да Хаку. Только с шестом не трогай. Он мой. Есть. Хаку напал в Тайдюцу на пять генинов. Когда Наруто хотел вмешаться, перед ним выросла стена из воды. Нет. Пацан, ты мой. Наруто сложил печати и сказал. Да Тон каменные сюрикены. От водной стены ничего не осталось. Забуза удивился, что он знает два стихия. Забуза напал на Наруто мечом. Но обитые Кокаши напали на Забуза. А Наруто прибежал к Хинате и начали теснить Хаку. Вот удар от Хинаты по сосудам чакры. Правой рукой не может использовать. Наруто шестом сбивает его с ног. Тот падает и он на досягаемости Хинаты. Шестьдесят четыре удара Небес. Два удара. Четыре удара. Восемь удара. Шестнадцать удара. Тридцать два удара и шестьдесят четыре удара. Тот отлетел в строительные материалы. Тем временем, когда Наруто ушел от обитой Кокаши. Обита сложил печати стихии огня огненный шар. А Кокаши сложил стихии молнии пес из молнии. Пес вцепился в ногу Забузы. Оглушая его. Кокаши сложил технику призыва и появились псы. Разных размеров вцепились в кожу. Забуза и Кокаши использовал чидари и пробил грудь Забузы. Тот упал замертво. Это увидел Хаку. Он разозлился вокруг генинов, создал стекла изо льда и начал их обкидывать синбонами. У Саски даже из-за боли пробудился Шерингон садин тумая. Все били похожи как на ежиков. Даже вращение химота не помогало. Наруто. Сделал знак змеи и все стекла пробило деревом. Хаку полетел к перилам моста, ударился головой и отключился. Наруто тоже отключился. Наблюдавшие за этим были в шоке. Мимо думал. Как такая сила у этого неудачника? Кокаши подошел и поднял на руки Наруто, а когда хотел уходить услышал. Да даже детишек не смогли одолеть. Тоже себе демон кровавого тумана. С ехидством сказал Гата. Обито прикроешь? Конечно. Обито сложил печать и сжег наемников Гата. Господин Тазуна можете с ним хоть что делать. Мы придумаем хоть что. Когда они пришли домой к Тазуне. Наруто положили на кровать в комнате с ним осталась химота. А сами пошли помогать строить мост. Когда они пришли домой. Поели и решили завтра уходить и идти в Канаху. Наруто проснулся ночью. И почувствовал, что на руке кто-то лежит. Когда он посмотрел на свою руку, он увидел химоту. Наруто уже не хотел спать, поэтому... Достал тихо и нежно руку. И уложил химоту на свою постель. А сам пошел на полигон в лес. Он там пробовал до утра сделать хоть сучок. Но у него не получалось. И вот когда пришел домой к Тазуне, ему сказала сначала химота. А потом и кукаши. Ты как ушел, ничего мне не сказав. Я же переживала. Ударила его по затылку. Прости. Скуани в голову сказал Наруто. Наруто, ты вообще как сделал Макутан? Да, я сам не знаю. Надо прийти у бачан и спросить. Ладно. Иди собирай вещи, сегодня выходим. Есть сенсей. Они собрали вещи и вышли. А мост назвали Кынаха. Когда они пришли, Джоунины доложились. Минато был удивлен. И решил, что после экзамена Чунина расскажет все Наруто. А когда Наруто рассказал все Цунади, она была удивлена. Дала листочек для определения природы чакры. Тот превратился в дерево. И она дала свитки своего деда Хаширамасинджу. И Наруто начал учиться Макутану. Прошел месяц. Наруто научился только одной технике. Деревянный кол. Сейчас Наруто шел по улицам Канохи. И услышал за забором голоса Минмы, Саски и Сакуры. Наруто запрыгнул на дерево. И увидел такую картину. Человек в черном комбинезон шапку с кошачьими ушами с окрасом на лице. Держал внука три Хакаги. А блондинка, которая была одета в фиолетовое платье, Виар прикрепляет к спине с помощью красного пояса. Ее светлые волосы связаны в четыре пучка. Говорила, чтобы отпустить его. «Давай я тебе немного в мозги ударю!» С ухмылкой сказала Конкура. «Отпусти его!» Кричал Минма. Но Конкура его не слышал. И когда Конкура поднял другой кулак, Наруто понял, что нужно вмешиваться. Наруто быстро достал синбон и кинул в кукольника. Раняв руку он отпустил. «Конахамыру!» Конахамыра сразу побежал и спрятался за Минму. Они все повернули голову и увидели блондина с синими кончиками волос. «Наруто, что ты тут делаешь?» Прошипел Минма. Я просто услышал крики. И решил посмотреть. «А ты разрисованный, не зная, что нельзя без детей, которые младше тебя, Особенно если они даже не шиноби. Мне пофиг на твое мнение». Наруто подошел к своему синбону в зал и кинул в ствол дерева и сказал. «Выходи!» Все посмотрели на паренька с темно-красными короткими волосами, Бледной кожей и бирюзовыми глазами. Он зачесывает волосы на правую сторону, чтобы сделать Кантзе любовь. Носит черную майку с рукавом сеточкой длиной в две четверти, Свободные брюки того же цвета с обмотанными бинтами-лодыжками и стандартные сандалии-шиноби. Через правое плечо перекинут широкий кожаный ремень, На котором он носит большую тыкву-горлинку со своим песком. «Как ты меня заметил?» С долькой интереса спросил Гара. «Чакра. Ты хоть и пытался скрыть ее, но я хороший сенсер». «Понятно. Простите моего брата. Он больше и так не будет». Гара при помощи песка слез с дерева и приземлился около своей семьи. «Как тебя зовут?» Спросил Гара. «Прежде спрашивать чужое имя нужно сказать свое. Прости, мое имя Гарну Собаку. Мое Наруто Синджу. Ты последний из этого клана?» Спросила блондинка. «Нет, есть еще некоторые люди. Вы же прибыли на экзамен на Чунина». «Да. Тогда я с удовольствием сражусь с тобой, Гара». Сказал Наруто с улыбкой. «Я буду ждать этого». «Мы пошли». Развернувшись, они пошли прямо по дороге. Блондинка бросила еще заинтересованных взглядов на Наруто и пошла с братьями. Именно решил сказать. «Какой еще экзамен на Чунина?» «А вы что не знаете?» «Нам Какаши Синси уже рассказал». «Что это?» Спросил Саски. «Ну сегодня или завтра вам должны сказать». И Наруто пошел туда, куда шел. И вот экзамен на Чунина. Наруто и его команда проходят в Академию, нелегко обнаруживают Гиндюцу и проходят дальше на третий этап. Это замечает Гинин с прической под горшком, догоняет их и говорит. «Ты Наруто Синджу?» «Ну да. Давай сразимся. Ты же тоже проходишь экзамен на Чунина. Да со своей командой. Тогда на три этапа сразимся». С улыбкой сказал Наруто. «Договорились». И тут заходит парень с длинными коричневыми волосами. Носит черную повязку, плотно прилегающую ко лбу. Он одет в рубашку цвета хаки, темно-коричневые шорты, синие сандалии шиноби. Ниджи также был обернут бинтами вокруг его правой руки, груди и правой ноги. И за ним заходит девочка с темнорусые волосы, собранные в два пучка и большие кори глаза. Одета в светло-розовые жилеты и синие штаны. На голове у девушки протектор Канохи. Когда парень с Бьякуганом увидел хину, то сразу вызвало отвращение. «Кстати, вот моя команда. Пошли ли?» Наруто ничего не ответил, просто взял свою команду, дошли до кабинета и там ждал какаши. «Вижу, не попались. Там было просто. Тогда заходите». Они зашли. Когда команда семь зашла в класс, на них устремились презрительные взгляды. Они отошли к окну. И к ним подошла команда десять. «Вижу, вы тоже проходите этот экзамен». Лениво сказал Шикамару. «Просто свои силы хочется проверить». Сказал Наруто. «Сложно все это». После окончания фразы к ним подошла команда восемь. После того, как они подошли. В кабинет заходит команда шесть. И сразу начали громко разговаривать. Их в сторону отвел человек с черными глазами, пепельными волосами, собранные в хвост и круглыми очками. Он носил лиловую рубашку и того же цвета брюки, под рубашку белую майку. «Тихо вы, не орите. Вы разодорили этих ребят. Пофиг. Они выглядят слабными. Ладно. Я и куша кабута. Стоп, а ты разве не ученик Арачимару?» Спросил Наруто. «Ну да. Я только у него учусь. О, да, кстати, у меня есть кое-какая информация об генах. Кто-то интересует? Да. Собаку Ногара и Наруто Синджу. Ты знаешь их имена, это будет даже проще. Собаку Ногара Генин из деревни Песка. Владеет стихием ветра, земли и молнии. Есть улучшенный геном. Ген магнетизма. Выполнено задание 34 миссии Сиранга, 13 миссии Эйранга, и даже С есть одна. Наруто Синджу гений своего поколения. Генен из деревни Листа. Владеет стихием ветра, земли и воды. Также есть улучшенный геном. Геном дерева, но пробудил недавно его. Выполнено задание 32 миссии Эйранга Дии, 3 миссии Сиранга. Также есть миссия Эйранга Эй. Когда он договорил, к доске вышел человек с банданой на голове. Расселись все. Я Марина Эйбеки. Я проектор первого этапа. Сейчас вы сдаете свои пропуски и забираете бланк. Когда все забрал бланки, вы уселись по местам. Тут 9 вопросов. А последний 10 я задам в конце за 10 минут. Вам на все вопросы час. Если будет видно попытка списывания и вылет с экзамена всей команды. Все начали писать. Наруто осмотрел всех. Наруто знал ответы на вопросы. Наруто за 20 минут написал ответы. Распечатал альбом и стал рисовать Эйбеки. Когда Эйбеки заметил, что один генин рисует его. Просто надавил на его свой мки. Наруто даже ухом не повел. Когда он не слушался свою бачан, там ки была гораздо мощнее. Эйбеки бросил дело. Кто не мог ответить, списывал кто как мог. Кто-то своими навыками пользовался. Кто-то спал как ваша комару. За все время ушло в 6 команд, которым не удалось списать. Когда прошло 50 минут, Эйбеки начал говорить. Так время 10 вопросов. Но если вы не сможете ответить на его, вы больше не сможете стать Чуниным. Все начали возмущаться. Когда начали возмущаться, Эйбеки начал еще больше давить свой мки. Но если вы сейчас покинете экзамен, то у вас бы идет шанс пересдать в следующем году. С таким мыслями ушло 3 команды. Больше никто не уйдет. Было тихо. Тогда вы все прошли. Когда он это сказал в комнате, разилось окно и влетело с плакатом «Добро пожаловать на два этапа». Она плакатом закрыла Эйбеки. И сказал. Стареешь вон сколько генинов осталось. Нет, просто будущее поколение растет лучше старого. Ну ладно. Но на моем этапе вас будет в два раза меньше. Завтра около 44 полигона в 8 часов. Когда она сказал. Генины начали собираться и выходить. Когда команда 7 вышла, попрощались и разошлись. Наруто отправился домой, чтобы дальше продолжить тренировку стихии дерева. Вечером Наруто лег спать. Когда Наруто пришел на 44 полигон. Там были разные команды. Он подошел к своей команде и начали разговаривать. Когда время стало 8 часов. Анка начала объяснять правила. Но Минма его не слушала и разговаривал с Саски. Анка взяла куну и кинула в Минму так, чтобы куну и поцарапал щеку. Он пролетел, поцарапав щеку. Минма испугался и стоял в ступоре. И вон он почувствовал, что взади кто-то есть. И тут он слышит. Такие как ты умирают первые. С улыбкой демона сказала Анка. И лизнула рану, из которой шла кровь. Наруто отдал куну и когда она отошла от Минмы. Тогда сейчас заходите в палатку и подписываете бумаги, что кунаха в вашей смерти не несет ответственности. А потом получаете свиток. У всех участников это заняло 30 минут времени. У вас сейчас один свиток. Либо земля или небо. Ваша задача забрать свиток противоположный. И добраться до башни в центре леса. Если готовы, то разойдитесь по воротам и начнем. Команде Наруто достался свиток земли. Все разошлись по воротам. И начали. Когда команда Наруто зашла в лес, Наруто говорит. Тогда есть план, сейчас ищем команду. Нападаем на нее. Если у той команды свиток земли, то пройдем мимо. А если нападут, то атакуем в ответ. А если у нее свиток небо, то нападаем. Такими темпами они нашли команду из травы. У вас какой свиток? Так мы и сказали. Парни, приготовьтесь. У них завязалась драка. Наруто и Хинута были в ближнем бою. Но Сакура прикрывала издалека. Наруто и Хинута перебивали генина в травы. И вот когда Хинута ударом ноги подкидывает генина во воздух, а Наруто в воздухе бьет его шестом по груди. И тот летит вниз, пробивая землю. Генины травы понимают, что в ближнем бою их не победить. И они делают совместную технику. Один складывает печать воды. Другой молнией. А Наруто складывает печать земли и поднимает вокруг себя и Хинута земляной купол. Наруто создал клонов, которые погрузились под землю. Убрал купол. И они побежали в них. А Сакура к тому моменту сделала для них ловушку из лесок. Наруто шестом бьет по ногам, а один генин падает. И его пинком поднимает в воздух клон Наруто. Тот наверху запутывается в лесках Сакуры. А другого Хинута и Сакура одним ударом подкидывают вверх к своему напарнику. Они в леске сделать ничего не могут. И Наруто начал их обыскивать и к счастью у них оказывается свиток неба. Они забирают и убегают к башне. По пути к башне они встречают команду десять. И решили помочь им найти их свиток. У них свиток неба. И по итогу они находят команду из песка. О, кто тут у нас? Спросил генин из печка. У вас свиток какой? Секрет. Сказал другой. Они напали в ближнем. Но одного схватил тенью Шакамару. Один ничего не может сделать. Прокричал Шакамару. Поняли. Наруто и Хинута напали в ближнем на одного. К удивлению Наруто и Хинута он мог блокировать многие атаки Наруто и Хинуты. И вот его ошибка. Он решил пойти на риск. Он сложил печать иллюзорного клона. Это была его ошибка. Так как Хинута благодаря Бьякугану могла отличить клона от настоящего. И когда она подошла к настоящему она использовала 64 удара небес. Он вот ключки. А Делос-3 было хуже так как Чааджи. Иные Сакуры проигрывали видимо главарю. И вот Сакура кидает Куна с печатью взрыва. То взрывает укрывая команда листа в пыли. Когда он вышел из пыли в него летит Чааджи с мясным танком. Чтобы уйти от атаки ему пришлось отпрыгнуть в сторону. Туда где Инва предполагала что прыгнет. Она уже держала печать своего клана. Техника переноса разума. И Инна оказалась в теле Гинены из песка. К нему подошли Чааджи и Сакура и связали. А Шикомару все еще держал последнего Гинены из песка. И когда Наруто сказал что все он его отпустил. И Наруто говорит. Спасибо за свиток. И они исчезли с поля. Они направились к башне. Когда они прибыли в башню. Они увидели что прибыли вторыми первыми была команда из песка. И вот они раскрывают свитки и бросают на землю. И из них появляется и рука. Молодцы прошли за день экзамен. Теперь вы можете отдохнуть. Через 4 дня конец испытания. А пока нельзя выходить из башни. Сказав это он исчез. Оставив ошарашенных Гиненов. Они выбрали себе по комнате. И остались ждать остальных Гиненов. Через 2 дня прибыла команда 8. А еще через день и команда 6 и 9. В итоге прошли команда из песка и 5 команд из Канухи. Все Гинены вошли в большой зал. Когда они вошли, то увидели балкон. А напротив этого балкона стоял Хакаги и парочка Джоунинов. Хакаги начал говорить. Тут все кто прошел 2 этапа на звоняние Чунина. Но так как вас слишком много, будут бои на выбывание. А если кто-то хочет уйти, то можете уходить. На команду не повлияет. Все промолчали. Тогда на арене останутся те, кто появился на табло. Табло начало крутиться и выдало имена. Саски-очиха против конкурену собаку. Пусть Саски и Конкура останутся на арене. Когда все разошлись по балконам на арене, остались только Саски и Конкура. Начали. Конкура выпустил на волю марионетку, а Саски сложил печать и техники огня огненный шар. Но Конкура увернулся и начал управлять куклой. Саски пытался добраться до Конкура, но не получалось. И вот он сложил печать огня цветы феникса. Пока Конкура уворачивался от техники. Саски подошел вблизь и нанес ударку на им в плечо. И Конкура не мог продолжать бой. И сдался. Следующий бой. Каба и Нузука против Аки-очиха. Киба и Аки спустились вниз. Слушай, может ты просто сдашься. Не хочу ранить тебя. Сказал Киба. А ты попробуй. И начали бой в ближнем бою, где Аки побеждала благодаря шарингну. Точка Киба отпрыгнул и Акамару превращается в Кибу, и они делают двойной клык. Но Аки благодаря шарингну уворачивается. И напитав ногу, Чикрой бьет Кибу в солнечное сплетение. Тот летит в стенку и застревает в ней. Следующий бой. Минма против Нарука. Оба детей Хакаги спрыгнули на арену. Сестра, кто лучше кого натренировал тебя, мать или меня, отец? Сказал Минма. В этом бою решится все. Стали по направлению друг друга. Минма создал теневых клонов. И побежал на свою сестру. Нарука начала биться в Тайдюцу с клонами. Но они ее теснили. Минма благодаря клону создает Росинган и бьет сестру в живот. Та летит в стенку и отключается. Следующий бой. Чоджи против Ханаби. Оба противника спустятся по лестнице и стали друг напротив друга. Чоджи сделал мясной танк, но Ханаби увернулась. Когда Чоджи уменьшится в размере, в его спину пролетело 32 удара ладони. Ханаби перекрыла потоки чакры и он не смог встать. Следующий бой. Шикомару против Тентин. Как же это сложно. Сказал Шикомару. Оба спустились на арену. Тентин достал свой свиток и из свитка полетели куная, сюрикен и прочее оружие. Шикомару вернулся и смог достать своей тенью до Тентин. И остановил ее и стал потихоньку отходить назад, до стенки. И потом резко закинул голову назад, Тентин отключилась. Следующий бой. Наруто против Тару. Оба противника спустились на арену. Сдавайся неудачник, тебе не победить нельзя из клана Учхо. Меньше слов, больше дел. Стали друг напротив друга Тару включил Шаринган, а Наруто достал свой шест. Оба побежали друг на друга. И началась битва в Тайдюцу. Наруто выигрывал. Даже Шеринган не помогал Тару. И вот он отпрыгнул и сложил печали техники огня огненный шар. Наруто сложил технику водяной стены. Создав клонов он сложил печати каменных воздушных и водных пуль. Все пули попали по цели. И Тару оказался весь в синяках. И потом упал. Следующий бой. Ли против Гары. Они спустились на арену. Они приготовились к битве и когда сказали бой. Ли побежал на Гару. А Гарус ложил руки на груди и стал его ждать. Вот удал правой рукой в лицо. Его защитил песок. Удар ногой, рукой, ногой. Ногой. Но было все бесполезно. Его защищал песок. И вот он пока стоял и думал что делать. К нему взади приблизился песок, схватил его. Поднял над землей и ударил об землю. Ли отключился. Следующий бой. И напротив Сакуры. Бой как в каноне. Следующий бой. Тимари против Карра. Оба противника спустились на арену. Карра побежала к Тимари. Та достала свой веер. И запустила ветер в Карру. Та отлетела в стенку. Но собралась. Кинула Куна и в нее с печатью взрыва. Пыль закрыла ее. Но Тимари при помощи ветра разогнула пыль и увидела как та складывает печать и земляные сюрикены. В Тимари полетели сюрикены. Та увернулась. И запустила ветер в Карру. Ветер поцарапал ее и от болевого шока потеряла сознание. Следующий бой. Наджи против Хинуты. Оба спустились. Хинута сама, просто сдайтесь. Я не хочу вам навредить. Нет. В меня верит один человек. Я не могу его подвести. Я хочу доказать, что я с ним тренируюсь не просто так. Сказала Хинута, но тогда я буду драться всерьез. И когда объявили, что можно сражаться. Оба включили Бьякуган и пошли в ближний бой. Хинута не уступала ему. Что его удивило. Но он не стал останавливаться. И вот Наджи использует 32 удара ладони. Хинута выполнила вращение, что отбила все удары Наджи. И он потерял концентрацию. Чем воспользовалась Хинута, ударив его прямо в очаг чакры. Тот упал, не смог пошевелиться. Так как у одного участника нет противника, тот проходит так. Кто прошел, подойдите сюда. Сейчас пройдет Анка и вы вытянете номера. Все вытянули. Тогда номер один кто? Я. Сказала Ханабия 2. Сказала Хинута. 3. Саски. 4. Шикомару. 5. Гара. 6. Наруто. 7. Минма. 8. Аке. 10. Шена. 10. Тимари. 10. 1. 2. 3. 3. 4. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 9. 10. Семь собралась на полигоне семь, чтобы рассказать, как будут проходить тренировки. Тогда я буду тренировать Хинуту и Сакуру. Но, Сенсей, я же не прошла. И но надо, чтобы ты сильнее стала. С глазом улыбкой сказал Какаши. Я вот хочу попробовать призыв. Сенсей не знает о печати призыва. Спросил Наруто. Знаю. А кого в контракт хочешь? Я хочу в свободной пойте. Где я окажусь, тем и заключу. Тогда запоминай. Какаши сложил печати. Наруто запомнил и повторил. Наруто исчез в белой дымке. Наруто оказался в лесу. Он осмотрелся. И почувствовал, что кто-то к нему приближается. И через минуту перед Наруто стоял волк. Волк был больше Наруто в два раза. У волка окрас черный. И за пазухой торчит меч с белой рукоятью. И волк зарычал. Кто ты человек? Я Наруто Синджу. Я оказался тут через свободный призыв. Давно тут людей не было. Я провожу тебя к главному. Садись на меня. Наруто сел на волка. Тот побежал. Через пять минут лес закончился и тот зашел в ворота. На воротах были изображены волки и один человек. Наруто решил спросить. А кто этот человек? Главный все расскажет. Наруто промолчал. Еще через шесть минут они добрались до серого здания с большими воротами, и с два волками, которые стояли около воротах. И вот они зашли в здание. Все волки, которые встретили их, были в шоке с того, что тут находится человек. Волки были разного цвета и размера. Но было больше всех темно-синих цветов. А меньше всех белых. И вот волк, который вез на себе Наруто. Постучал сегодня у дверь и там послышал свой. Войдите. Когда волк зашел в комнату. Перед Наруто появилась такая картина. Черный волк с два хвостами. Лежал на подушке и внимательно изучал Наруто. Ты кто человек? Я Наруто Синджу. Я тут оказался через свободный призыв. Хочешь заключить с нами контракт? Было бы неплохо. Хорошо, но сначала испытание. Какое? За мной. Волк с двумя хвостами стал с подушки. И пошел в подушку и сказал. Ты идешь? Наруто быстро добежал к волку и пошел за ним. У меня вопрос. Какой? А кто был изображен на воротах? Ответ я скажу после прохождения испытания. Ладно. И вот они дошли до светлой комнаты. Она была больших размеров. А посередине была подушка с размером человека. И волк с двумя хвостами сказал. Садись прямо на подушку. Наруто сел за подушку. И спросил. Что дальше? Недоуменно спросил Наруто. Медитируй попутно выпускай чакру. Наруто стал так делать. Через пять минут комната начала сверкать в синих молниях. И когда Наруто почувствовал боль в сердце. Волк сказал. Ты прошел испытание. Прошел? Я же ничего не сделал. Испытание было на то. Что ты не хочешь завоевать мир или сделать зло кому-то. Ты как тот, кто создал нас. А кто вас создал? Нас хозяин и создатель. Ашура Асуцуки. Никогда не слышал о неем. Ты не мог. Он не светился. А что было бы, если я не прошел бы? Ты бы умер. У тебя заболело сердце. Да. Если бы хотел завоевать мир или сделать боль кому-то. То сердце твое просто взорвалось. Волк завыл и через минуту перед вождем появился маленький синий волк с свитком в руках. Поставь свое имя кровью. Наруто надкусил палец. И написал свое имя. И волк сказал. Мое имя Рянзая. Как ты уже понял, я главарь всех волков этого мира. Идем за мной. Наруто без вопросов пошел с ним. И они вышли из здания и перед ними стояли пять волков. Разных размеров. Один был черный с красным браслетом, а внутри синий камень. Два волка синего цвета и с черным браслетом, и камнями внутри желтого цвета. Один красного цвета волк, с силим браслетом, и красным камнем внутри. И последний белого цвета волк с черным браслетом и белым камнем. Выбери того, кто тебе больше нравится. Наруто подошел к белому волку. Как твое имя? У него нет имени. Может ты не знаешь, но имена дают те, кто выбирает волков. Получается у вас был человек? Да, создатель. Ты разве не заметил браслеты у всех волков кроме меня? У всех волков есть браслеты хозяина. И в них нет надписей. Тогда почему нет у тебя браслета? У браслета хозяина есть способность исчезать, есть человек или волк умрет. Мой хозяин давно умер. И мой браслет давно исчез. Я хочу призывать этого волка. Тогда дай имя и подай чакру в браслет. Тебя зовут. Наруто подумал и сказал. Тебя зовут, Кемора. И подал чакру в браслет. Он засветился. И частичка браслета отпала, делая маленький браслетик. А камень в браслете Кемора засветился синим сиянием, и там появилось имя Кемора. Спасибо, хозяин, я буду помогать. Ладно. У тебя много дел, ты должен изучить режим санина волка. Сказал Ринза. А у меня месяц. А потом у меня экзамен на чунина три этапа. Тебе и месяца хватит. Если сейчас начнешь. Твой волк поможет в этом. Все волки исчезли и остались рядом с воротами Наруто и Кемора. Ладно, хозяин, идем, у нас много дел. Пошли. Они дошли до полигона. Он был больше человеческого размера. Тут и начнем. Прошли два недели. Наруто благодаря клонам смог выучить режим санина волков. И Наруто сейчас сражается в режиме санина против Кемора. И Наруто проигрывает. Режим выглядит так уж и Наруто немного вытянулись. И появилась острый нюх. Глаза поменялись из голубых превратились в волчьи и желтые глаза. Сейчас Наруто изучает тадюцу волков. И также пытался в Росинган добавить чакру земли. Так как воздух уже сделал. Флишбек. Наруто сейчас в режиме санина и сражается против Кемора. И вот он делает Росинган и случайно добавил стихию воздуха. Появился один резак. Наруто это увидел и добавил больше стихии воздуха и появились четыре резака. Наруто обалдел. Он кинул его в камень. От камня ничего не осталось. И он его назвал Росинсюрикен. Конец Флишбека. Сейчас Наруто пытался сделать так же только с землей. И через еще неделю у него получилось. Он выглядит так. Черный шар. Внутри его находится земля. И если его нельзя запускать как Росинсюрикен, то он работает на ближних дистанциях. А эффект такой. При попадании в противника или защиту она сразу ломается и неважно какой твердый или плотный проект. Он все ломает на своем пути. Наруто назвал Росинган в честь своего волка. И вот проходить последние недели. Через три дня будет экзамен. Он приходит к Ринзе и говорит. Я ухожу в свой мир. Но спасибо вам. С той мы хотим сделать тебе подарок. Мы знаем, что ты дерешься шестом по этому. И в этот момент занесли шесть в два метра в длину. Белого окраса и синим драконом. Он сделал нашими лучшими кузницами. И из крови твоего напарника волка. Только те могут его поднять, кому ты разрешишь. Также он может поглощать несмертельные техники. Храни его. Я с удовольствием его приму. Спасибо. Наруто поклонился, забрал свой новый шест. И сложил печать и призыва. Он оказался на том полигоне, где уходил. На нем был одет плащ сниен волков. Белого цвета с синими огнями снизу плаща. Он так оправился домой. Когда он пришел, получил по башке от своей бачан. За то, что он не попрощался. Наруто извинился и пошел спать. Прошло три дня. На арену пришли все жители Канохи и ставили ставки, кто победит. А в местах Каги сидел Хакаги и Казикаги. На арене собрались все генины, которые прошли финальные бои. Там были Аке, Минма, Ханаби, Шикамару, Наруто, Гара, Шина, Тимари и Хинато. Не было только Саски. Тот опаздывал. И вышел экзаменатор три этапа. Он рассказал, кто с кем будет сражаться. Хинато против Ханаби. Саски против Шикамару. Гара против Наруто. Минма против Аке. Шина против Тимари. И после того, как экзаменатор рассказал, кто будет сражаться. Встал Хакаги и рассказал правила и пожелал удачи всем. На арене пускай останутся Ханаби Хьюга и Хинато Хьюга. Сказал экзаменатор, убирая листок в карман. На арене остались две сестры. И начали ждать разрешения и начать бой. Экзаменатор сказал. Начали. Отпрыгивая, сказал тот. Они очень быстро сблизились и началась битва в Тайдюцу. Где они бились на равных. Но Ханаби иногда пропускала удары. И уже некоторые каналы чакры были закрыты. Удар от Ханаби в левое плечо, блок от Хинато. Контратака в правое бедро, Хинато попало. Наруто болел за Хинато. Удар в левое бедро от Ханаби, она попала. Удар в правое плечо от Хинато попало. И вот Хинато решила сделать 64 удара небес. Так как было более выгоднее сейчас, когда у Ханаби перекрыты каналы чакры у правого бедра и плеча. 64 удара небес. Закричала Хинато. Два удара. Четыре удара. Восемь ударов. Шестнадцать ударов. Тридцать два удара. Шестьдесят четыре удара. Когда она закончила Ханаби. Ханаби лежала посередине арены в отключке. Победитель Хинато Хива. Сказал экзаменатор. Когда Ханаби отнесли в лазарет. Который находится в здании арены. Прошу спуститься Шикамаруе. Когда он хотел договорить. Ему поступила информация от другого Джоунина, что их бой откладывается. Бой Шикамару и Саски. Откладывается. Прошу спуститься на арену Гару и Наруто. Орал экзаменатор. Гара появился в песке. А Наруто просто спустился по лестнице. Они встали друг напротив друга. Начали. Отпрыгивая, сказал тот. Хинато болела за своего любимого. Наруто начал кружить над Гарой. И бил по песку. Так продолжалось пять минут. Но Наруто попадал по песку. И он решил попробовать ударить с три сторон. Он создал клона на бегу. И ударил по песку. Два удара песок смог защитить. От оригинала, который бил вззади Гару. Песок не смог защитить. И Наруто подумал, может получится прокопаться из земли и ударить в челюсть. Создав три клона, оригинал спустился под землю. Быстро при помощи техники воздуха, как те ветра. Копал быстро. И вот остался один клон. И земля под ногами Гара трескается. И оттуда выпрыгивает Наруто и бьет Гару в челюсть. Он летит вверх. А Наруто при помощи своего шеста бьет его вниз. Тот образовав маленький кратер. Выходит и заточав себя в купол, начал наблюдать за действиями Наруто. Он пытался пробиться через купол. Но когда он приближался, песок становился шипами. И он отпрыгнул на стену и сказал. Хакагисама, это ваша техника. Только добавлены природные стихии. Наруто в одной руке начал делать Расенсюрикен, а в другой Раскиом. Все удивились, что он смог улучшить технику четвертого. И добавить два природных стихии. В Расенсюрикен он добавил мало чакры, чтобы не убить Гару. Тут Наруто побежал на купол из песка. На него летели шипы из песка. Но он от них уворачивался. И вот он добежал. При помощи Раскиом раскидал песок и убрал у него чакру Гары. А при помощи Расенсюрикена он ударил в грунт. Тот с невероятной силой улетел в стенку, пробивая ее. Экзаменатор подошел к стенке и увидел Гару, который был в весьма плачевном состоянии. И сказал. Победитель Наруто Синджу. Удивленно сказал экзаменатор. Наруто поднялся на трибуны. На него смотрели в шоке. Первая отошла от шока Химата. И сказал. Молодец, Нару. Ты хорошо дрался. Вздохнул Наруто и сказал. Правда эти техники чакры емкие. Могу использовать шесть раз за весь день. Ого. Ты их за месяц сделал? В шоковом состоянии спросил какаши. Ну да. Мне помогали. Если не секрет кто? Спросил Химата у Наруто. Возможно потом узнаете. С улыбкой во все тридцать два зуба сказал Наруто. Прошу спуститься на арену. Минмуяки. На арену спустились Минмуяки. Экзаменатор сказал. Начали. Отпрыгивая сказал тот. Они начали в Тадюцу где побеждал Аки благодаря своему шеренгану. Но вот Минма отпрыгнул и кинул в нее куны летящего бога грома. И попутно создавая у себя в руке расинган. Минма не может телепортироваться больше чем на тридцать метров. И не более трех раз за день. Он телепортировался к спиняке и ударил расинганом в спину. Та улетела в стенку. Победитель Минма на микадзе. Сказал экзаменатор доставая листок с участниками. Прошу выйти на арену Шина и Тимари. Сказал экзаменатор убирая листок в карман. Шина спустился на жуках. А Тимари спустилась на веере. Начали. Сказал экзаменатор. Шина начал нападать при помощи жуков. Жуки отлетали от ветра Тимари. И вот она использовала технику режущего ветра что уничтожило всех жуков которые ее окружили. И она побежала на Шина. Чтобы быть на средней дистанции. И когда она подошла к Шина. Тот использовал жуков. Но Тимари использовала технику воздухо-воздушный водопад. Жуки которые на нее летели упали замертво. И она решила кончать с ним. Она произнесила. Футон. Клинок ветра. Резкий поток ветра полетел в Шина. Он пытался уклонился но ветер его сбил с ног. И он полетел сначала вверх. А потом с грохотом упал. Он не мог пошевелиться. Победитель Тимарину собаку. И если сейчас в течение 5 минут не появляется. Саски он исключен с экзамена. Прошло 5 минут и когда хотел сказать что он исключен с экзамена. В потоке листьев появились Саски и Абита. Надеюсь мы не опоздали. Еще чуть-чуть и он был бы исключен. Абита нервно посмеялся. Прошу Шикомару спуститься на арену. Когда противники стояли друг напротив друга Шикомару сказал. Я сдаюсь. И пошел на трибуны. Экзаменатор офигел от такого. Как не только он замешкался. Победитель Саски Очха. Перерыв 10 минут. Все на трибуны ставили новые ставки. Кто-то поставил на сына Хакаги. Кто-то на Саски. А Кукаши, Цунади поставили на Наруто. Когда прошло 10 минут экзаменатор начал. Прошу спуститься на арену Саски Очха и Тимарину собаку. Саски спрыгнул с трибун. Тимари при помощи веера. Начали. Саски пошел вблизь. Тимари при помощи веера откидывала его назад. И тут Саски сложил печать огня великий огненный шар. Она увернулась, но что было дальше она не ожидала. Он сложил печать и молния. Удар молнии. Молния ударила в веер. Тот уничтожился. И ее пришлось сдаться. Я сдаюсь, сказал. Сказала Тимари. Победитель Саски Очха. Прошу спуститься на арену Мин Мономикадзе и Наруто Синджу. Когда они спустились, они стояли друг напротив друга. Сдавайся, неудачник. Я сильнее. Начали. Мин Мой и Наруто побежали друг напротив друга. В они сражались в Тайдюцу. Наруто подчеркнул, что он поднял мастерство в Тайдюцу. Наруто достал свой шест. Удар шестом в ногу тот прыгает и удар ногой в живот тот отлетает на три метра падая. Ты меня достал. Создал Росинган. Кидая куны и полеты бога грома. Наруто это предвидел и поймал куны и кинул вверх. Он телепортировался на тот куны, который наверху. Когда он падал, Наруто прыгнул наверх. И ударом шестом по правой руке убирая Росинган Минмы. Упал вниз. Минмо встал, сложил печать и призывала. Техника призыва. И на арене появилась большая жаба. Малявка чего звал? Жаба как интересно. Сказал Наруто про себя. Уничтожь его. Сказал Минмо с ухмылкой. Этого малявку. Легко. Когда жаба подняла свою лапу, она услышала. Техника призыва. И у всех на глазах появился белый волк больше жабы. Все были в шоке с этого призыва. Все открыли рты. Кроме Цунади, Шизуне, Хинуты, Сакура и Кукаши. Они знали, кто у Наруто в призыве. Приветствую, юный господин. Вы звали? Да, Кемора. Можешь съесть одну жабку. С удовольствием. Они сцепились в бою, где побеждал волк. И когда жаба исчезла, Наруто сказал. Спасибо тебе, Кемора. Ни за что, юный господин. И тоже исчез. И когда Наруто оказался на земле, он сделал рассинган и ударил Минмо, который стоял к нему задом. Тот улетел от Наруто метров на десять. И не мог двигаться. Победитель. Наруто Синджу. Когда экзаменатор это сказал, Наруто был уже на трибунах. Так как Хинати Хьюги нет противника, она проходит так. Перерыв пятнадцать минут. Сказал экзаменатор. Когда Наруто добрался до трибун. Никто не сводил глаз Синджу. Даже всегда хладнокровный Орочимару. Не смог удержать удивление. Наруто подошел к Хинати и Кукаши, которые стояли рядом с Сакуройна. И сел как ни в чем не бывало с Хинатой. Но ты их удивил. Сказал Кукаши. Это еще не предел моей силы. Не сомневаюсь. Когда прошло пятнадцать минут. Экзаменатор сказал. На арену спускаются Хинати Хьюга и Саски Учхо. Они спустились и начали ждать сигнал. Начали. Они напали в Тайдюцу. Они были равны. Саски получил пизду от Хинаты. И Хината получала пизду от Саски. Правой ногой удар в торс Хинаты. Блок. Контратак и Хината в ногу удар достиг цели. И Саски отпрыгнул. Сложил печать великого огненного шара. Хината сложила печать огненного дракона. Флешбек Хината и Сакура. Сегодня будем узнавать какие у вас стихии. Но у моего клана нет стихий. Вот мы и проверим. Какаши дал листочки. Генины пустили чакру по листочку. У Хинаты он сгорел. А у Сакура он намок. Значит огонь и вода. Интересно. Сказал Какаши. Тогда я сейчас создам клона и ты Сакура с ним к воде. Он покажет несколько техник воды. Хай. Какаши создал клон и они ушли с Сакурой. А тебе я покажу технику огня. Какаши сложил печать и сказал. Техника огня огненный дракон. Запомнила? Да. И к началу три этапа она успела выучить эту технику. Конец флешбека. Дракон Хината перебил шар Саски. Она еще и Саски задела. Тот от болевого шока отключился. Победитель Хината Хьюга. Так как нет противника для Синджу. Он проходит о финал. Через 30 минут будет финал. Экзаменатор ушел с арены Наруто и Хината спустились и начали ждать. А попутно разговаривать. Когда прошло 25 минут все зрители сидели на своих местах и в Шуншане появился экзаменатор. Готовы? Спросил Тот. Они кивнули. Да начнется финал. Он сказал это и исчез. И битва началась в Тайдюцу где побеждал Наруто. Но и Наруто получил свою. Наруто понял что своими силами не победить. Наруто создал клона который начал собирать природную чакру. И через несколько минут клон исчез в дымке. И Наруто стал похож на волка. Он начал быстро двигаться что Хината не могла уследить. Она уже поняла что проиграла. И поэтому решила сказать. Но когда она хотела сказать. Наруто не уследил за силой и ударил Хинату по ноге. Она упала и ушиб кости. Когда Хината это поняла. Она сразу сказал. Я сдаюсь. Наруто сразу убрал режим Санина. И подбежал к Хинате. Победитель Наруто Синджу. Все стали и начали хлопать стоя. Наруто было пофиг на это. Он просто хотел быстрее доставить Хинату на перевязку. Он взял Хинату на руки как на свадьбу. Она сразу же покраснела. И пошел прочь с арены. Когда Наруто добрался до медпункта. Он взял бюнк и начал перевязывать ногу Хинаты. Когда он закончил он сел рядом с ней на кровать. И сказал. Ты меня это прости. Я не случайно. Да ничего. Хината понимала что сейчас или никогда. Нару, только не смейся. Ладно. Ладно. Я тебя люю. Она не успела сказать предложение. Как кто-то ее поцеловал. Она посмотрела кто. Это был Наруто. И вот когда прошло чуть больше пять минут. Наруто начал говорить. Потом поговорим? Ладно. Сказал весь красный. Ладно. Не приходя в себя сказала Хината. Наруто прибежал на арену где ждали его. Когда он вышел все начали хлопать. И когда он дошел до центра арены. Мината телепортировался на центр арены и начал. Победитель всего экзамена на Чунина. Наруто Синджу. Все еще громче начали хлопать и кричать его имя. А Наруто сделал улыбку. И отправился в медпункт. Когда он пришел в комнате были Кокаши и Сакура. И вот заходит Наруто. Когда зашел Наруто, Хината покраснела. Вы все молодцы. С гордостью сказал Кокаши. Это было круто. С нескрывающей радостью закричала Сакура. Мало того, что мои ученики дошли до финала. Еще один из них победил. Сказал с улыбкой Кокаши. Получается Наруто станет Чунином? Спросила Сакура. Да. Но это только начало. Ладно, мы пойдем. Мне надо с сыном встретиться. Давай. А мне надо встретиться с Сабито. Он мне задолжал кругленькую сумму. Вы что ставили, кто победил? Да. Мои ученики или его. Мы победили. Выходи, сказал Кокаши. В комнате остались Наруто и Хинато. Ты меня это прости за... Ну сама понимаешь. Нервно сказал Наруто. Да ничего. Мне даже понравилось. Сказала Красная Хинато. Все же. Прости. Я тебя по-настоящему люблю. И то, что я сделал, я не хотел. Когда Хинато услышала, что Наруто ее любит. Она упала в транс и проговаривала про себя. Я тебя по-настоящему люблю. Я тебя по-настоящему люблю. Я тебя по-настоящему люблю. Я тебя по-настоящему люблю. После три минут молчаний. Наруто сказал. Я тогда пойду. Поправляйся. С улыбкой сказал Наруто. Пока. Наруто вышел с медпункта. И отправился домой. Там его ждали Джирайя, Цунади, Шизуни. Когда он зашел домой. И прошел в столовую. Его все поздравили. Время прошло быстро. И Наруто отправился спать. На следующее утро Наруто зашел к Хинато. Там они поразговаривали. И Наруто решил поцеловать ее. А что Хинато? Хинато была не против. После Хинато Наруто отправился к Ичры Курамин. Когда он поел. К нему подошел Анбу в маске тигра. Наруто. Наруто-сан. Вас вызывает Хакаги сама. Ладно, передаю, что через пять минут буду. Он кивнул и исчез в дымке. Через пять минут он постучался. С двери послышался. Войдите. Наруто зашел. Увидел всех три легендарных санинов. Кушину, Минму, Наруко, Кокаши, Обито и Рин. Пап, что он тут делает? Недоуменно спросил Минма. Я хочу рассказать, что случилось с вашим старшим братом. Но мы знаем, его убил девятихвостый демон лис. Сказала Наруко. Нет, он жив. И он стоит перед вами. Минма и Наруко посмотрели на Наруто. Но пап, это же неправда. Да, он же. Нет, сейчас мы с вашей мамой все расскажем. Минато начал рассказывать, что случилось в ту ночь. И как нам это принимать? Слезами сказала Наруко. Да, отец. Мама. Как? А Наруто стоял и просто слушал. Он давно это знал. Как и Цунади и Джирайя. А все, кто не знал, переводили взгляды на Наруто-то на Минато. А ты что, не скажешь ничего? Спросил Минма у Наруто. А что мне говорить? Да, ваш отец сказал вам правду. А ты что, знал что ли? Спросила Кушина, у которой тоже шли слезы. Да, знал. Тогда почему ты не сказал нам? Спросил Минато. А что это изменило? Я повзрослел слишком быстро. У меня не было детства. Я принял это. Но как в моей жизни появилась бочанная сестренка? Я вдохнула жизнью, о которой я давно мечтал. У меня есть семья, это бочанная сестрица Шизуни. Они научили меня быть тем, кем я есть. И я этим горжусь. Ладно. Но скажи, как ты выучал Росинган? А это мой крестный постарался. Стоп. Получается, вы знали, что он знает, кто его родители? Да. Нервно чеса свой затылок. Почему не сказали? Наруто прав. Чтобы это изменило? Кушина и Минато промолчали. Да, Наруто не хочешь со мной в путешествие? В путешествие? Недоуменно спросил Наруто. Да. На два или три года. Бочан? А можно мне с Росанином в путешествие? Идите. Сказал Ацунади. Круто. Через неделю выходим, сказал Джирайя. Только я хочу поговорить с одной девушкой. Краснее сказал Наруто. Джирайя промолчал и потом сказал. Иди беги к ней и говори. И когда Наруто побежал, он услышал. Наруто, стой. Ты теперь Чунин. Возьми свой жилет. Наруто подошел к столу Хакаги. Взял свой жилет. Поклонился и убежал. Когда Наруто прибежал к медпункту. Оттуда уже выходила Хинато. Хина. Подбегая, сказал Наруто Анару. Я ухожу с Ижасанином в путешествие на 23 года. Это хорошо. Сказала Хинато расстроившись. Не переживай. Мы будем переписываться. И я тоже буду скучать по тебе. Да и что ты говорила мне в палате? Вчера? Да. Что я тебя... Что я тебя люблю, Наруто? Прокричав, сказала Хинато. Станьари. Я тебя тоже. Может, будем парой? С улыбкой сказал Наруто. Да. Такими темпами прошла неделя и около ворот стоят два Санина. Команда семь. И семья на Микадзе. Наруто, прощайся, идем. Сказал Джирайя. Пока. Буду тебя ждать, милый. Пока. Милая. Наруто, ты уж стань сильнее. Сказала Сакура. Я тоже буду учиться. Нашла учителя. Да. Меня Цунади самого чиница взяла. Бачан? Посмотри в Цунади. А я то что? У нее талант к техникам исцеления. Раздвигай руки, сказала Цунади. Сынок. Начало Кушина. Ты уже прости нас. И удачи. Спасибо. Наруто подошел к Хинате и поцеловал в щечку. Пока. И они отправились в путешествие. Прошло два половины года. И к воротам Канохи подходят два человека. Один высокий мужчина средних лет со светлой кожей. У него длинные белые волосы, которые торчат в творческом беспорядке в разные стороны сзади стянутой резинкой в конский хвост. Под глазами у него красные линии, которые с возрастом становились все длиннее, в конце концов достигая самого низа взрослом возрасте. Другой парень среднего роста с солнечного цвета волос и завязанных в конский хвост взади. Конский хвост был покрашен в синий. Когда они прошли изумы к отецу, даже не поверили своим глазам. Они такими темпами дошли до резиденции Хакаги. Они вошли через окно. И встала напротив угла стола. И Джирайя начал. Минато, а что не встречаем? Сенсей. Вставая, сказал Минато. Да. Эх, старею. Получается, Наруто. Да. Отец, я тоже тут. Говорил Наруто с другого конца стола. А ты подрос и сильнее стал. Да. Нервно посмеялся. Я, пожалуй, пойду. Да и, кстати, отец, я вас простил. Это хорошо. Приходи сегодня на ужин. Твоя мать что-то приготовит. И вы приходите, Сенсей. Ладно, к часу к вам восемь или девять буду. Открывая дверь, сказал Наруто. Он изменился. Сказал Минато. Он принял вас как семью. Встреча с Сашиной помогла в этом. Сашиной Узумаки. Я вам все расскажу на ужине. Ладно. Наруто вышел из резиденции Хакаги и отправился в квартал Хью. И когда он был в два кварталах от Хью. Из угла выбегает та, которую он хотел встретить. Как мило. С улыбкой сказал Наруто. Когда Хинато услышала этот голос, она впала в ступор. Она подняла глаза на него. И увидела того, кого любит. Наруто. С нескрывающими эмоциями прыгнула на Наруто. Они стояли в объятиях друг другу минут пять. И Хинато начала разговор. Ты когда прибыл? Да только что. Я только от Хакаги. И сразу к тебе. Я же тебя не видел два года. Наруто поцеловал ее в губы нежно. Когда они разорвали поцелуй, Наруто начал спрашивать. А ты куда так торопилась? Нас Какаши Сенсии на полигон позвал. О, с вами можно? Глупый ты. Сказала Хинато с любовью. Ты же в нашей команде. Они отправились на полигон. На полигоне стояли Сакура и Какаши. Когда они увидели, кто идет к ним. Сразу же взбодрились. Наруто ты или это? Сказал Какаши. А что я на другого похож? Нет. Но как твое путешествие? Скучно было и больно. Когда меня Джирайя Сенсии бил. Да Какаши Сенсии. У меня тут для вас подарок. Подарок. Переспросил Какаши. И Наруто вытащил из кармана книгу Джирайя. Эта книга еще не вошла в продажу. Но у вас она будет. У Какаши не было слов что сказать. Он с трясущими руками взял книгу Наруто. И положил в карман. Спасибо тебе Наруто. А что звали-то? А да. У нас тут тренировка намечалась. Но раз ты пришел. То проверим вашу командную работу. А мне изо всех сил биться? Спросил Наруто. Да. Как будто хотите меня убить. Вы уверены? Да. Ну ладно. Какаши отпрыгнул и сказал. Бейтесь как будто хотите меня убить. Ладно. Сказали все. Начали. Наруто сложил одну печать и Какаши обвил корень дерева. Что это? Это стихия дерева. Вы сами сказали в полную силу биться. Ладно. Еще раз только ты Наруто, без стихии дерева. Ладно. Наруто убрал корень. И они все побежали в Тайдюцу, где втроем побеждали Какаши. Какаши отпрыгнул. И сложил печать и техники огня огненный шар. Хинато сложила стихию огня огненный дракон. А Сакура сложила стихию воды, водяной дракон. Водный дракон убрал шар из огня. А от дракона огня Какаши пришлось уворачиваться. Но когда он увернулся, его ждал Наруто с техникой ветра воздушный дракон. Какаши улетел в дерево. Ладно, вы победили. Сказал Какаши. Ладно, мне пора. Меня дома ужин с родными ждет. Напоследок поцеловал Хинато. Он убежал домой. Вот он постучался. И ему дверь открыла Кушина. Сынок. Привет, мам. Мы только тебя ждем. Сказал Кушина, обнимая Наруто. А в доме Хакаги были два санина. Минма, Нарука, Минато. Когда в столовую вошел Наруто. Он получил пизды от Цунади. Почему как ты вернулся? Ты не зашел ко мне? Прости, Бачан. Та успокоилась. И обняла Наруто. Брат. Ты меня прости за все. Сказал Минма. И меня прости. Я на вас давно не обижаюсь. С улыбкой сказал Наруто. Все все к столу. Они уселись все разговаривали. Наруто и Джирайи рассказывали, как они тренировались по всему миру. Рассказывали все, что было два года. Следующим днем в кабинете Хакаги стояли команды 6,7. У вас очень важная миссия. Сын Казакаги был похищен организацией Акацуки. Акацуки? Спросил Какаши. Я вам по пути все расскажу. Сказал Наруто. А ты знаешь, кто они такие? Да. Так вот вы должны сначала прийти в деревню Песка. А оттуда вы пойдете по следам. Есть. Мы можем выдвигаться. Да. Через пять минут они выдвинулись в путь. Наруто, ну что расскажешь, кто они такие? Организация Акацуки. Главарь неизвестен. Но известны несколько участников. Один из них Цсукуриди и Дара. Отступник Ранга-С. Он сражается на далеких дистанциях. Также. У него есть напарник. Сасаре Красного Песка. Также отступник С-Ранга. Он сражается при помощи марионеток. Но главное тело сидит в марионетке. А откуда ты их знаешь? Мы с ними встречались, когда путешествовали. Правда они тогда отступили. А сейчас нельзя, чтобы они отступали. С таким темпом добрались до деревни Песка. Где Сакура вылечила конкура. Кокоши призывает пса. Который взял след. И такими темпами. Они добрались до Луна с печатью. Отойдите, я сниму эту печать. Наруто поверх печати, которая была на Луне. Прикрепил печать свою. Уничтожая печать на Луне. Когда они зашли, они увидели, что из горы выходит чакра. Наруто напал сразу же на статую. Главарю пришлось сразу же убирать ее. Как вы смогли пройти через печать? Не сломав ее. Сказал парень с Реннинганом. Это самая легкая печать, которую я видел. Ты же бывший дженчурики Девятихвостого лиса. Сказал тот же парень. Ну да. Почесав затылок, сказал парень. Давно не виделись. Смотря на двух ребят, сказал Наруто. Только не ты. Лидер этот тот, про которого мы говорили. Он. Он владеет стихией дерева? Да. Топнув обвязал Дейдару и Сасари. Вы мне еще за тот раз ответите. А еще за то, что похитили моего друга. Ты думаешь, ты меня победишь? Я не думаю, я знаю. Кстати, парень с Реннинганом. Ты мне кого-то напоминаешь? Вы случаем не были учеником одного из санинов? Нет. Тогда это вы убили тех ребят. Яхика, Канон и Нагата. Откуда ты знаешь их имена? Спросил о синеволоса. Джирайя Синси рассказывал. Так что если ты убил их, тебе даже твои глазки не помогут. Наруто о чем ты? Спросил Какаши, который слушал все. Я вам расскажу потом все. Мы еще встретимся. Глазастый. Забира и Гару, Сасари, и Дейдару. Когда они вышли из пещеры, Наруто начал. Ладно, Сакура, проверь его. Он жив, только потерял много чакры. Ладно. Теперь вы. Мы что, мы? Вы за это ответите. Только не я буду вас судить. А они. Из кустов вышли ниндзя песка. Это они похитили. Забирайте. Только сейчас. Наруто подошел и поставил печать чакры. Вся чакра противника идет в печать. И он не может ее сломать. Что ты сделал, Пень? Я поставил печать чакры. Вся чакра, которая накапливается у вас, идет в печать, и вы не сможете ее сломать. А теперь расскажи, что замышляют Акацуки. Не скажу. Хочешь, чтобы Шеринган проверил твои мысли? Боюсь, боюсь. Сказал с усмешкой Дейдара. Ладно. Кончай с ним. Сказал Какаши. Абита приступай. Абита посмотрел все воспоминания. И сказал. Они собирают хвост от их ради мира. Что это за мир? Не знаю. Ладно, мы тогда пойдем. Спасибо вам за помощь. Ни за что. Команды 7 и 6 отправились в Канаху. Когда они прибыли. Все рассказали Хакаги и ушли. Со спасения сына Казикаги прошло недели. И вот поступила информация, что на храм огня напали двоя в черных плащах с красными облаками. Из всех монахов выжил один, и тому понадобилось три дня, чтобы добраться до Канахи. И Хакаги отправил на это команде 6 и 10. Так как другие были на заданиях. И они их встретили перед входом на черный рынок. У человека в маске было два тела. Один был человек среднего возраста. Другой такого же возраста, что и сами Чунины. Посмотрите, кто здесь. Еще один защитник. За тебя еще больше заплатят. Асума Сарутаби. И тут еще один из дьяволов Канахи. Какой хороший день. Сказал человек в маске. Завали ебало Каказу. Я их принесу жертву к Джашину. Только лица не уродь. Они мне нужны. Я сам с ними разберусь. Сказал человек с косой. И началась драка. Где Хидден проигрывал. Он не мог сдержаться против Асумы и Абита. И тут Асума отрубает голову. Ты урод. Ты знаешь, как неприятно, когда тебе отрубают голову. Каказу принеси мне мое тело. Зачем? И тут Каказу появляется рядом с Асумой и бьет его ногой. Он летит в стенку черного рынка. Каказу берет голову Хиддена. Подходит к телу Хиддена. И при помощи запретной техники пришивает голову обратно. Что он до сих пор живой? Думал про себя Абита. Синси, что делать? Спросил Минма. Ничего. Я тебе помогу, Хидден. Мучха. Займись с детишками. Не люблю, когда ты мне приказываешь. Ну что ж, детишки, поиграем. Они отправились в бой. Абита благодаря Ширингону побеждал Каказу. Но дела были плачевными у Чунина в команде 6 и 10. И вот Хидден бросает косу в саски. Но его спасает Кара. Но Хидден успевает ранить ее. И вот он лижет кровь из косы. И начинает свой ритуал. Сейчас ты узнаешь боль. И он втыкает себе в легкое. У Кары это отобразилось. У нее стало красным рядом с тем место, куда он воткнул. Она упала на колено. «Кара, с тобой все хорошо?» Спросил саски. «Нет, что-то не так». Шикомару все это обдумывал. И пришел к выводу, что нельзя давать ему лизнуть кровь Кагалиба. «Нельзя, чтобы он лизнул вашу кровь. Иначе он...» Не успел он договорить, как Хидден воткнул еще раз в себя шест только рядом с сердцем. Кара упала на землю. От нее вытекала кровь. У Саски появилась кровь около глаза. И он посмотрел на Хиддена. Который смеялся, как сумасшедший. На Хиддена полетело черное пламя. Которое не оставило от Хиддена ничего. После того, как у Саски отключился Шерингон, он упал в обморок. А у Абита проходило все хорошо. Но как он повернулся, увидел, что Кара лежит в луже крови. Саски без сознания десять имен мы стоят около Кары и ревут. И рядом с красным символом горит черное пламя. И к этому бою присоединяется Асума. И тут Кагазу услышал. «Отступайте, если вы в бою, надо запечатывать трехвостого. Но у меня тут никаких «но». Слушаюсь». Он не хотел так оставлять. Он взял Асуму, который с кастетами бежал на Кагазу. И пробил ему грудную клетку. «Асума!» Еще больше зарыдала. Они в этом бою потеряли два членов команды. Когда они добрались до Канохи. В резиденции Хакаги. Хакаги Сама. Миссия провалена. Как? Один был бессмертный. Другой управляет нитями. И мы потеряли два из наших. Кого? С серьезным лицом сказал Минато. «Кару Хурса Асума Сарутаби!» Сказал с печалью Абита. «Ясно. Отдыхайте». Они вышли из резиденции. И Абита начал. «Саски, подойди». «Чего?» «Сенсей». «Что это было за темное пламя?» «Я не знаю. Как убили Кару». Я почувствовал жжение в глазах. Когда я просто посмотрел. Он сам сгорел. «Значит». «По себя сказал Абита. Пошли за мной». Они дошли до Итачи. Абита начал. «Итачи сэн. Ваш брат пробудил запретные глаза». «Как?» «Он увидел смерть друга». «Значит ты предлагаешь». «Да». «И ты не знаешь где Шисуэ?» «Зачем он тебе?» Абита направил чакру в глаза и появился Шерингон с неизвестным рисунком. «Я если встречу передам, чтобы он встретился с тобой». «Спасибо, Итачи сэн». На следующий день прошли поминки Асуму и Кары. Были все, кто их знал. Следующим днем команда 10 решила отомстить. Когда они хотели выйти из Канохи. Их встретил Минато. «И куда же вы?» «Не ваше дело, Хакагисума». «Эх. Отомстить. Ладно. Вы нас отпустите. Без Джоунина нет». И из леса вышел Какаши. «Какаши ты пойдешь с ними». «Есть сенсей». И они вышли. Они предполагали, где Каказу может быть. И вот они нашли подходящее место, чтобы сделать засаду. Прошло три дня. Они до сих пор ждали, и вдруг они услышали шаги. Они увидели два парня. Один был с перевязанным мечом. Другой Каказу. «Черт про себя». Сказал Какаши. «Что будем делать?» «Есть идеи, нам надо дождаться подкрепления». Какаши сложил печать и призывал, и в дымке появился пес. Покун беги в Канохи и доложи, что нужно подкрепление. «Есть». А команда вышла, и началась драка. Покун добрался до резиденции Хакаги и все рассказал. Он сразу же вызвал команду семь. Все рассказал и сказал, что Наруто главный. Когда они вышли из деревни, Наруто сказал. «Стоп. Техника призыва». Из дыма появился Белый Волк. «Юный господин. Чего желаете? Нам надо добраться до места одного, поможешь?» «Конечно, садитесь». Они сели, и Волк побежал. «Нам на восток». «Есть». «У команды Кукаши». Команда проигрывала. Но они не сдавали. Вдруг они почувствовали землетрясение, и из кустов вышел больших размеров Волк. Подкрепление прибыло. Сказал Наруто. Спрыгивая с Волка. «Спасибо тебе, Кемора». Волк поклонился и исчез. «Мы не опоздали?» «Нет, Наруто, вы как раз вовремя». «Ну что?» «Второй раунд?» Спросил Наруто с ухмылкой. «Ты сопляк. Кисами. Он владеет стихией дерева. Будь осторожен». «Ну что, ходячий из суши, сразимся?» «Как ты меня назвал?» «Ты что, глухой?» «Рыбка». Кисами это разозлило. И он напал при помощи своего меча. А Наруто достал свой шест и начал при помощи его бить. Они сражались на равных. Пока Наруто не сделал раскиом. Наруто ударил туфсами ходу. Она не успела поглотить всю чакру и отлетела. В бока Наруто проткнул при помощи шест легкой кисами. «А ты сильный пацан?» «Да. Я возьму твою самих ходу. Она только у избранных будет». Наруто подошел к ней. Взял в руки. У Наруто отнялась чакра. Но осталась в руках. «Что?» «Ты предательница?» «Ее просто понравилась моя чакра». С улыбкой сказал Наруто. «Но все ровно тебе не жить». Сложив печати. Вокруг Наруто и кисами появился шар из воды. Наруто сложил печати змеи земли. Появили деревянные кольи. Которые пронзили всех акул, которые плыли в сторону Наруто. Наруто сложил печати земли. Округ Наруто появился купол из земля. И он плывя смог выбраться. А кисами к тому моменту умер. От крови в легких. А дело у другой команды. С общими усилиями они смогли победить. Осталось одно сердце сердца ветра. Ветер не дает приблизиться к коказу. «Вы мелочь сраная. Я вытащу из вас все эти сердца и не дам, чтобы вы ушли живыми. Это мы еще посмотри». Сказал Наруто. Наруто обвел коказу деревом. И кинул в него рассин сюрикен. Он попал точно в цель. И он упал замертво. «Ух, было сложно». Сказал Наруто. «Ты уже с кемами разобрался?» «Да». «Вот же, гад». Он при помощи самиха допиздил у меня чакру. Но как у него не осталось ее. Он умер. С такими словами они доложились Хакаге. Глава. «Коказу и кисами мертвы». Сказал половину белый, половину черный человек. «Вот как? Что мы будем делать? Осталось еще четыре хвостатых. Надо будет, я сам захвачу». С того разговора прошел месяц. Акацуки захватили еще три хвостатых. Четырех, пяти и шести хвостатых. Тем временем в Канохе. Абита поменялись с глазами с Шисуи. Итачи поменялся с глазами с Саски. Теперь у четверг есть вечный мангик и шерингом. В это время Минато отправил письма для проведения совета пяти Каги. Эйраса согласились. Совет будет проведен в стране железа. Минато отправился в страну железа. Он взял с собой какаши и абита. И когда они прибыли, Каги сели на полукруглый стол посередине комнаты. Телохранители сели на балкончик. Минато начал. Вы уже знаете для чего я вас тут собрал. Акацуки. Сказала единственная женщина Каги. Да. Они уже захватили восемь хвостатых зверей. Но как мне известно девятихвостого не было в Канохе больше двенадцать лет. Да. Только храм огня забрали чакру девятихвостого лиса во время нападения на Каноху. Получается у них есть все хвостатые кроме моего брата. Сказала Ири. Да. И я тут чтобы... Чтобы что? Сказал голос везде. Каги повернулись назад. И увидели рыжего пацана. С Риним Ганом. Отдайте нам восьмихвостого и потерь не будет. Я тебе не отдам моего брата. Рай Каги врубил покров из молнии и побежал на рыжего пацана. Тот просто оттолкнул. И он прилетел в стенку. Я пришел чтобы поговорить. Отдайте мне восьмихвостого и в мире больше не будет войн. Тебе Рай Каги все сказал. Сказала женщина пуская струю лавы в него. Эх. Тогда я пейн. Объявляю четвертую мировую войну Шиноби. И исчез. Что, четвертая мировая война Шиноби? Сказал Эй. Предлагая заключить союз против его. Сказал Мината. Я согласен. Сказал Раса. Они смогли забрать всех хвостатых. Что ему мешает взять просто восьмихвостого? Я согласна. Сказала Мизукаги. Я согласен. Сказал Эй. Черт с вами. Я согласен. Сказал Сучкаги. Мои самураи вас поддержат. Сказал Мифуни. Они заключали план, где будут действовать. И с такими мыслями все разошлись. Прошло два недели. Они встретились все на территории камня. И отправились в бой. И вот пейн стоял на голове Десятихвостого. Тот пытался выбраться из деревьев Наруто. Пока три сусы на его били. Шикамару после отца стал придумывать план. Пока Каги сражаются против Мадары. Флешбек Наруто побеждал Зитсу. И тут на поле появилась синеволосая девушка Наруто. Я ее узнал. Канан? Как мне говорил Джерай, то умерла. Нет. Этот мир познал ненависть и в боли. Мы с Нагатой исправим это. Но зачем? Она промолчала и сложила технику воскрешения. Она знала одну технику. Она была запрещенная. Она могла призвать мертвого на несколько часов. У него будет много чакры. И нельзя будет запечатать. И она сделала эту технику. Из гроба появился Мадара конец флешбека. И вот он призвал волка, который сразу же напал на Джуби. Он смог нанести несколько ударов, пока тот не выбрался из-под контроля пейна. Пейн пригнул на Наруто. Они начали драться в тайдюцу. Наруто использовал шест. И атаковал. Но он взял Наруто за горло и метнул его в камень. Тот упал. Пейн взял и притянул его к себе. У пейна осталось мало чакры. И при помощи черного шеста приковал его к стенке. Нагата, зачем ты хочешь погрузить всех в сон? Наруто, ты не поймешь. Поэтому прощай. Наруто пытался выбраться. Но не смог. И его подняло вверх, и он был заточен в камень. Да, Наруто, ты меня побил. Сказал Нагата про себя. И он отправился на место битвы. Когда он появился. Увидел Мадару. Пейн, пора меня оживить. Нет. Я сам сделаю план. А тебе пора умирать. Когда Пейн появился рядом с Мадарой, который начал исчезать. Все поняли, что Наруто проиграл. И они до сих пор бились. Мимма уводил всех от хвостов десятихвостов при помощи полета Грома Бога. Хинато и Наджи отбивали руки. Учихи Сусаны сдерживали на тезке монстров Джуби. Все пытались сделать хоть что-то. И когда полетела бомба хвостатого. Все же считали себя мертвыми. И тут кто-то переносит ее в море. Кто-то закричал. Каги появились. Извините, что опоздали. Минато осмотрел всех и не увидел Наруто. Мимма где Наруто? Мимма промолчал. Не может быть. Хакаги соберись. На нас летит еще три бомбы. Я успею перенести один бомбу. Я перенесу другую. Сказал Мимма. А кто последнюю перенесет? Мимма и Минато перенесли свои бомбы. Они хотели перенести другие. Но тут появился Девятихвостый, а внутри был человек. После того, как Наруто запечатали в земле. Получается, я умер. Нет, дитя. Ты не умер. Наруто повернулся и увидел старика, который парил над землей. Ты кто? Я Хагарума Асуцуки. Вы мудрец. Шести путей. Да. Вы ко мне пришли рассказать, что я умер. Нет, я пришел сюда ради другого. Ты реинкарнации моих сыновей. Индра и Ашура Асуцуки. Ашура. Что-то знакомое. Стоп, он же создал мир волков. Да. Было дело. А почему я их реинкарнации? Хагарума рассказал, как в каноне. И чтобы Азицу не призвал свою мать. Я должен уничтожить Джуби. Да. Наруто Синджу. Если ты готов, скажи. Я готов. Хагарума сложил технику призыва. Справа появился Шинигами. Время пришло. Да, Шинишами. Эх. Шинишами сложил печать и за ним появился Лис с девятью хвостами. Отец он. Да, Курама. Он ребенок из пророчества. Тогда я готов быть запечатан в ребенке из пророчества. Хагарума сложил печать и Курама весь был запечатан в Наруто. Ну тогда я пошел. Стой. Ты еще и реинкарнация моего старшего сына Индры. Но ты не сможешь пробудить Ширингом. Поэтому я дам тебе. Хагарума прикоснулся до лба Наруто и у него появился один Ренинган. Надеюсь он тебе поможет. До свидания. Хагарума Асуцуки. Хагарума кивнул и Наруто исчез. Получается тебя зовут Курама? Да. Я был раньше запечатан в тебе. Эх. До четырех лет. С улыбкой сказал Наруто. Меньше языком говори. Больше дела. Ну что развеемся Курама? Я думал не скажешь. Наруто и Курама сразу же нашли общий язык. И когда они добрались до места битвы они увидели что на шинобе разных стран летит бомба хвостатого. Курама выходи. Наруто объел золотая чакра. И появился аватар золотой чакры девятихвостого лиса. Они отбили бомбу направив ее вверх. Когда Наруто сказал. Нагата тебя используют. Наруто. Спросил весь альянс. Нагата тебя используют черной зецу. Он хочет вернуть свою мать. Я тебе не верю. Но я тебе не вру. Нагата. Наруто схватил Джуби за голову и начал тянуть из него хвостатых. И когда он пытался вытянуть он попал в подсознание его. Там были все хвостатые кроме Босеми девять. Человек уйди отсюда. Вы же хвостатые. Ну да и что с того? Я знаком с вашим отцом. Я и Кураму знаю. Как ты? Хотела сказать Сунгаку. Я вам не враг. Скажите как вас можно спасите. Нас надо вытянуть. Я вроде бы тяну. И не получается. Тяни сильнее. Ладно. Когда Наруто оказался в обычном мире. Он заорал во всю глотку. Помогите мне. Тяните меня за хвосты. Наруто в аватаре Кураму раскинул хвосты. И шиноби взялись и начали тянуть. И через минуту все хвостатые были свободны. У тебя получилось. Сказал Сунгаку. Да. Это было трудно. Наруто. Я думала ты умер. Обнимай. Сказала Хинато. Ты чего я не мог умереть? Хинато улыбнулась. Но наш бой не окончен. Наруто посмотрел на Нагата. Нагата тебя используют. Пойми уже. Сказал Наруто подходя. Я тебе не верю. Сказал Нагата. Подходя вблизь. У них началась битва. Никто не мог помочь так как у всех не было чакры. И не могли двигаться. Нагата остановись. А ты меня заставь. Наруто прости Нагата. Техника запечатывания. Дикая кровь. Нагата окружила кровь. И начала образовать. Купы прорезями. И вот когда Нагата был внутри. Наруто подошел и сказал. Если бы я врал. Я бы тебя убил. Наруто отправился к хвостатым и начал с ними разговор. Вы можете идти куда захотите. Никто из людей не будет вас трогать. А если мы тебе понадобимся только прийти к нам и мы тебе поможем. А ты хочешь уходить? Спросил Наруто Кураму. Нет. Ты первый после отца кто принял нас. Ну ладно. С тех пор прошло 4 года. Наруто поженился на Хинате. Хвостатых больше не трогают. Конец.